Коллеги, вот что я хотел бы сказать, открывая наши тогилевские чтения, что это мероприятие, оно с разных сторон не совсем обычное. Ну, прежде всего, оно идет в рамках нашего года зоологии. И это вот не слова для нас оказались, а такая тяжелая-тяжелая работа, но она отчасти приятная, потому что мы создаем, как бы сейчас, ну вы все понимаете, параллельную повестку, позитивную параллельную повестку. И для многих из нас она оказывается также важной. И могу сказать, что вот за прошедшие полтора месяца уже прошла выставка, месяц была выставка. И я вот статистики не знал, мне вот Андрей Николаевич только что сказал, только детей, там было больше двух тысяч школьников. И это была такая работа очень тяжелая, потому что мы вели экскурсии там одну за другой и так далее. В общем, выставка на удивление, я этого не полагал. Выставка оказалась очень важной и вызвала большой-большой интерес и большой отклик, я бы так сказал. Мы провели историческую сессию и получили также очень много позитивных откликов. И опять же, наши участники и онлайн-участники, и очные участники просят оформить те соображения, те доклады, которые были на исторической сессии в виде некоего издания. Мы уже думали об этом издании, может быть, действительно вот это лишний еще один стимул для нас, чтобы к концу года появилась некая книжка, которая бы, мы еще не совсем решили, что там будет, но там будет большая историческая часть. И что у нас еще было по конференциям? Конференция. Да, да, студенческая конференция, это вообще было событие, которое открывало год зоологии, так что мы можем сказать, что у нас уже 4 месяца год зоологии продолжается. Ну, в общем, и нынешние чтения, которые 67-е вообще-то по счету, они идут в рамках вот этого года зоологии, и поэтому это накладывает некий формат и на их проведение тоже, потому что это не там один-два доклада, как мы делаем обычно, это немножко расширенная программа. Донгерские чтения, в отличие от предыдущей нашей конференции, это не историческая конференция, а здесь мы впервые будем серьезно говорить в рамках года зоологии о научных успехах наших. И почему я говорю, что нестандартная, потому что юбилей-то у нас общий, и мы расширились в Догилевских чтениях, и вместе с нами выступают наши коллеги как с трозеологии позвоночных, общий юбилей, общие чтения. Значит, еще одна особенность нынешних чтений, мы все время в этом году говорим о юбилеях. Дорогие, коллеги, в марте исполнилось 140 лет со дня рождения Валентин Саныча Догиля. Вот вам еще один юбилей, и наши чтения, опять же, должны отметить и вот это тоже событие. И я бы хотел, чтобы вы все запомнили, что вот 140 лет у нас, да, вот такой праздник. Я бы хотел показать вам одну реликвию, которая, ну, лежала определенное время у меня дома, но я бы хотел ее передать в музей. Сейчас я скажу, какой музей. Не наш музей. Коллеги, если вы скажете, что в наш, я, может быть, так и поступлю, но, скорее всего, я буду делать и на. Посмотрите на вот это вот произведение. Это, что вы думаете, это? Вряд ли кто не догадается. Коллеги, это Гербарий. Это Гербарий. И в этом произведении нет практически никаких надписей, кроме одной. Кроме одной. Екатерине Алексеевне Догиль на память от Сергея Ивановича Коржинского. Ну, Сергей Иванович Коржинский, он директор, вот в это время было, когда дарилось это произведение, он директор Ботанического музея, Академии наук был. Поэтому у меня мысль подарить вот это вот, на самом деле, вот эту реликвию нашему Гербарию для того, чтобы он был просто выставлен в музей и, соответственно, чтобы люди вот видели это. Вот. Довольно красивая штука. Вот посмотрите, какой букет, например. Есть. Ой, высыпается. Ну, это уже было оторвано, поэтому высыпается. Это не я. Андрей, объясните, кто такая. Это мама Валентина Александровича, извините, я не сказал, да. Это маме Валентина Александровича было презентовано. Вот. Снега, ясно. Да, да. Валентина Александровича. Значит, что еще я бы хотел сказать вот в этом коротком вступительном слове? Ну, я всегда говорил о заслугах Валентина Александровича и, наверное, даже повторялся. Но вот в этом году я бы хотел подчеркнуть одну вещь, которая может быть наиболее актуальна именно сейчас. Валентин Александрович начал заведовать кафедрой в 1913 году. Это де-факто. Де-юре в 1914. Он был просто назначен заведующим кафедрой. Соответственно, до своей смерти в 1955 он заведовал кафедрой, и это 42 года. Срок очень большой. Но я хочу подчеркнуть, что в 1913 он принял кафедру, в 1914 началась война, Первая мировая. Потом революция. Потом гражданская война. Потом жуткий период конца 20-30-х годов. Потом следующая война мировая. И, как вы понимаете, сотрудники-то, они во время Второй мировой войны уже не было практически сотрудников, кроме хранителя кабинета. Вот потом они собирались после Второй мировой. Вот это восстановление всего, это тоже будет интересна. И, соответственно, почему я сказал, что это может быть именно для меня лично, это очень важно подчеркнуть именно сейчас. Потому что это создание... А ведь кафедра-то все время существовала, и она функционировала, она выполняла свою роль. И в 30-е годы сотрудники пропадали с кафедры. У нас были потери. И, тем не менее, вот это все, это все заведование Валентина Александровича. При всем при этом, что он держал весь этот коллектив, именно тогда, как вы знаете, появились те направления научные, о которых мы сейчас говорим, которые тоже на кафедре имеются. То есть вот эта вот повестка, как сейчас принято говорить, она тоже, вот эта вот параллельная повестка, она оказалась настолько сильной, что все вот эти перетрубации, если так посмотреть, то в период заведования Валентина Александровича практически не было времени, когда чего-то серьезного, ужасного не происходило по кругу в стране. Но кафедра была. И вот, думая об этом, это одно из, может быть, сейчас немногих таких, один из немногих позитивов, о которых я думаю для себя лично и как-то проецирую, может быть, даже на себя. Вот давайте мы об этом тоже подумаем и еще раз поблагодарим Валентина Александровича за то, что вот он это делал во все эти времена. Коллеги, пожалуй, вот я, наверное, не буду ничего больше говорить о Валентине Александровиче сейчас, а мы потихонечку будем переходить к нашей уже повестке наших 67-х чтений. Я могу сказать, что поскольку мы находимся в рамках водозоологии, нам поступают подарки. Подарки, и некоторые из них оказываются очень примечательными. Коллеги, это не вызов к присутствующим, делая нам подарки. Это просто, я отмечаю, да, отмечаю. И вот Андрей Николаевич, может быть, сейчас представит один из интересных очень подарков, который получила кафедра и который будет использоваться явно у нас в наших учебных делах. Выпускница нашей кафедры 66-го года Чернышова Наталья Борисовна подарила кафедрам несколько книг, поскольку там есть книги подологии позвоночной. И вот одну из них я сейчас вам демонстрирую. Это совершенно шикарное издание «Атлас бабочек и гусени» с 1914 года Ламберта с цветными иллюстрациями. Это вообще раритетнейшая книга, которая была когда-то, существовала, якобы, в библиотеке Ламберта в библиотеке Ламберта. Но испарение. В смысле, не эта книга существовала? Да-да-да-да. А то мы можем понять, мы прав, Андрей Николаевич. Ну да, эта книга существовала. Я сказал, что это родилось в личном собрании. Так что вот теперь у нас есть вот такой вот раритет, которым теоретически можно пользоваться, но лучше им любоваться. Да, не пользоваться. Она в прекрасном состоянии, поэтому я вот ее здесь положу. Пожалуйста, в перерыве. Любой желающий может прикоснуться к этому чуду полиграфии. То есть это немецкое, очень дорого писание. И вот несколько таких книг. Нажалья Борисовна всю жизнь проработала в Брос-Нью-Орхе. Она проистола. И она очень хорошо помнит много из тех времен, когда она была сиделкой. Это наш подарок. Игорь Игорь, я очень хотелось. Вот эти книги, которые фирменные библиотеки. Спасибо. Я думаю, что в конце этого года мы можем еще одно мероприятие, выставку подарков сделать. Вечер воспоминаний. Ну это обязательно. Вечер воспоминаний, выставку подарков и так далее. Коллеги, чтобы не расслаблялись, переходим к делу. У нас сегодня большая программа. И в плане программы у нас тоже не совсем стандартные чтения, потому что они расширены. Мы будем работать по схеме 4 плюс 3. 4 доклада до перерыва, потом пьем кофе, обсуждаем, потом 3 доклада после перерыва. Доклады у нас не очень длинные, но все наши доклады, они затрагивают какие-то общие проблемы. Мне даже довольно трудно сформулировать какую-то общую повестку этих докладов. Но скорее всего, мы сегодня вообще будем говорить о эволюции. Эволюции вот с разными ее сторон. Что еще нужно сказать? Да, коллеги, выставка литературы здесь, но потом посмотрите в перерыве. В перерыве можно будет попить кофе здесь прямо в предбаннике. Ну, или сходить в восьмерку попить кофе, или сходить к нашим автоматам. Там тоже что-то можно взять. Ну, и прошу докладчиков держаться регламента, потому что, несмотря на общий характер сформулированных докладом, все-таки время ограничено. У нас 20 минут в норме на доклад и 10 минут на вопросы. Коллеги онлайн, вы можете задавать вопросы тоже. Ну, желательно руку так поднимать. Я увижу тогда в чате вас, и будем переключаться на вас тогда. Ну, пока идет доклад, вопросов не задаем после этих технических условий. После окончания доклада там можно задавать эти вопросы. Коллеги, с чего начать эволюционную часть? Совершенно очевидно, что с глубокой ревности. Вот, поэтому я с удовольствием представляю Андрея Юрьевича Иванцова, Палеонтологический институт Москва, который у нас лучше всех знает, а совершенно загадочный. Вообще, вот те создания, которыми занимается Андрей Юрьевич, они сейчас, по-моему, интересуют всех. Но мы очень много фантазий по поводу их знаем, а вот сейчас у нас шансы из первых рук услышать о последних представлениях о вендопиозах. Пожалуйста, Андрей Юрьевич, 20 минут, 20 минут, 25 минут. У вас есть шанс получить еще один пост фантазий, поэтому я благодарен организаторам предложения сделать доклад, это, конечно, для меня большая честь в таких исторических изданиях в стенах делать сообщения. Я попытаюсь рассказать и постараюсь уложиться о одной из групп, об одном роде фантазийских бакградганизмов, которые, в общем, в некотором роде являются символом пилота позднего декенсатора. Это декенсония. Декенсония это древнейшее известное настоящее явление животных, о которых точно известно, что они были подвижны. То есть, копаемые остатки декенсонии находят в отложениях позднего геокария, растения, так называемого гвендом, в породах возрастом 560-550 мировых лет. К настоящему времени собрано гигантское количество ископаемых остатков декенсонии. В общем, во всем мире можно считать порядка 5 тысяч экземпляров в различных музеях. Треть, по крайней мере, из них хранится в нас в хриотологическом музее. Описано 9 видов этого рода. Это, в общем, много для таких. Но декенсонии не сами к себе существуют. Они представляют собой часть, один из родов, крупные группы, которые мы называем проартикулянты. Предполагаю, что это особый тип многоклеточных животных, вымышлен еще в декен. Там порядка 15 или более родов проартикулянты, и один из родов это декенсонии. В ископаемом состоянии от декенсонии сохраняются отпечатки некого расчлененного образования в верхней стороне образования. И иногда органическое вещество изменено форме. По остаткам этих органических молекул было восстановлено исходное, ну, по крайней мере, часть исходного материала составляющего тела декенсонии. И там было выявлено большое количество изводных холестерина, из-за чего в общем это как бы было дополнительное обоснование того, что это именно животное. О чем мы занимаемся нарфологией отпечатков, как уже давно знаем. Значит, вместе с отпечатками тел встречаются следы различной природы, следы, основанные декенсонии. прежде всего первые были найдены следы педали. Это такие гравировки, ну, сейчас это слепки, а так исходно это были некие депрессии на поверхности микробных матов, поставленные нижней стороной проколи. также недавно были найдены следы передвижения декенсонии в виде вот этих борозлов, которые тянутся за отпечатками тел. Это слепки с многих валиков. По-видимому, единственное, из чего они могли бы состоять, это слизистая минеральная композит из слизи и находа следы внедрения в осадок и следы прикрепления декенсонии к субстрату во время экономических событий. В данном случае это такие кольца оливридского материала. Предположительно, они были созданы таким механизмом такой, животное выделяло слизь своей центральной стороной и потом ресничками отгоняло слизь к краям тела. В результате по центру создавалось разрежение, а по контуру тела кольцо из слизи минеральных присылок, которая была на поверхности микронной ломки. декенсонии декенсонии демонстрирует поперечное расчленение, очень четкое, но раздвинули они были не на сегменты, а на полусегменты. Я их называю изомеры. Изомеры располагались относительно оси тела в очередующемся порядке. на одном из концов находилась такая непарная лопасть и по морфологии следов, по положению тела, вереницы следов, стало понятно, что эта непарная лопасть, она находится на переднем конце тела декенсонии. По следам стало понятно, мы поняли, что эти животные могли выдерживать направления, они могли ориентироваться в пространстве, они могли сжимать тело довольно значительно, при движении передняя часть могла вытягиваться, и у декенсонии не было никаких придатков или временных выростов, потому что тело удерживалось о чем? на противоположном на заднем конце тело находилось в области образования изомеров в зоне генерации. В течение антогенеза количество изомеров возрастало многократно, а в самом начале, по крайней мере, то, что мы видим, можем диагностировать на ископаемом состоянии экземпляры порядка одного миллиметра в диаметре. Похоже, что не было еще никакого членения, и только вот уже при полутора миллиметров уже там пять-шесть пар изомеров появляется. Декенсонии вырастали до огромных размеров, существуют экземпляры длины около метра, и такие экземпляры состоят из нескольких сотен изомеров. Передний лопус при этом становится неотличимым от первых изомеров, пока же уже перед длины. Для декенсонии впервые в истории животных мы находимся в следе регенерации. Довольно много уже найденных экземпляров, которые были повреждены, в основном повреждается чаще всего зоны генерации, в результате тело становится таким круглым, но потом зона генерации восстанавливается, и образование изомеров дальше протекает в штатном режиме. структура структура, которая создает отпечатки, в основном генерации генерации была закрыта сверху некими покровами, несущими на поверхность бугорки. Кроме декенсонии, у других партикулят этот покров встречается на отпечатках и даже лучше, чем ставлю. И мы можем видеть, что покров, покрывавший сверху тело партикулята декенсонии не имел исчеленение. То есть это, по-видимому, был такой сплошной щит сверху действительно дневший декор. В морфологии вентральной стороны мы можем понять по следам декори, которые представляют собой практически отпечаток нижней стороны тела. У нас были долгие размышления, как же собственно такой отпечаток мог создаваться животное. Потому что это не просто отпечаток на какой-то мягкой поверхности. Нет, это гравировка на микробном маке, она очень стоит. То есть это очень не отпечаток. Это именно под повреждение структуры микробного маке. Было положение, что животное просто выделяет вичварительные ферменты для поверхности микробного мата и таким образом разрушает. Но такие образцы, как справа здесь показывают, говорят о том, что разрушение мата было не биохимическим способом, а механическим. Потому что при наложении нескольких следов друг на друга структура след остается почти неизмененным, чтобы было бы невозможно, просто выделялись из них. И предположение было такое, что ресничками сгребается этот микроорганизм, либо что-то типа происходило. Но на образцах другого рода близкого генцолия на следах мы нашли и царапины ёлочки идущие на отпечатках, что говорит о том, что это скорее всего были именно реснички и в случае с Йоргией даже не отдельные реснички, а целые пучки. Вот. Морфология следа мы можем понять, что строение лентальной стороны могло отличаться от строения спиной стороны вот даже неручлённого образования. На брюшной стороне в генцоли имелось вот какая-то неопределённого значения и такая не сегментированная продвольная область. Это значит, что строение в общем у них очевидно было различие верха и низа переднего и заднего конца. типичные билатеральные черты. Это расчлённое образование имело форму такого мешка, которое окружало внутренние области со всех сторон и при фасилизации склопывалось это мешок склопывалось до двуслойной пластины. Причём верхние нижние слои были не связаны, слабо связаны друг с другом и при фасилизации обычно смещались. Вот здесь фотография одного и того же образца только косым средом снят. Здесь виден отпечаток спиной стороны, а другое сделано с фронтальным освещением и здесь органические вещество отражающее как раз морфологию лентрального и видно, что границы изомеров ориентированы под разными буквально сверху и снизу. Внутренние структуры некоторые мы смогли найти в виде вторичных минерализаций. В данном случае мы видим некие полости пластины вблизи лентральной стороны тела, которые сохранились в виде эритовых инкрустаций по органическому веществу. На томографических двух срезах мы видим здесь срез через вблизи поверхности видны некие щелевидные пластины, а дальше в двух телах они разворачиваются в трубке. Вот так примерно эта конструкция должна была быть. То есть некие продольные трубки, тянущиеся вдоль границы изомеров, которые с внешней стороны соединены щелями. Иногда эти полости, эти трубки бывают заполнены песчаным материалом, и вот по моим давним предположениям именно эти полости и в них происходило пищеварение. В них в эти полости передавались ресничками те пищевые частицы, которые в инсоне снимала с поверхности и пробного. Теперь о значении передней области. Мы предполагали, раз она находится впереди, как-то обособляется вроде от другого тела, что там могли находиться какие-то органы, связанные с ориентацией в пространстве, какие-то рецепторы важные. Но обнаружили экземпляр полностью вишеные передней области, она прославится. по-разному экземпляр, по-крайней изображенный здесь, он выглядит точно так же, как и публичесторная оса. Это значит, что каких-то жизненно важных органов в этом переднем области не было. изображений еще один деформированный образец, у которого на реконструкции показанном на момент деформации исчезла половина осевой области и зона роста. Но при этом организм не погиб, через какое-то время восстановил зону роста, не росло еще два десятка изомеров и в общем чувствовал себя наверное сносно, несмотря на то, что вот он таким вот уродцем. Но он ползал, на момент захоронения он вполне себе был жизнеспособен. Это означает, что в осевой области также не было каких-то критически важных структур. В частности, не было пищеварительного травма. И как я думаю, не было и нервных тяжелее. То есть, скорее всего, нервная система у этих существ была такого рассеянного диффузного типа. Но при этом на оси имелась интересная структура, плотное стержневидное образование. У отдельных видов стержень одиночный, а у других он очень двойной и очень ярко выделяется на отпечатках. Создается впечатление, что именно с ним связаны вот такие плавные изгибы тела данного вида Дегенсона. Эта структура не позволяет тонкому и узкому телу как-то переламываться при захоронении и вообще какие-либо деформации здесь кроме плавных изгибов не наблюдается. мы предполагаем, что эта структура была опорной осью данного организма. По веществу, по деформациям судья мы можем предполагать, что материал, который состоял осевая структура, осевый тяж, он был гибкий, плотный и вообще более всего его можно сравнить с веществом мотахорда Хордова. Интересно, что он был достаточно нестойкий и при вторичных биохимическом разложении первым исчезала структура расчлененная осталась, а вот этот осевой стержень исчезла на данный результат. И в то же время то, что эта структура двойная, иногда она выглядит как истержень, а лента несколько напоминает структуры опорные некоторых первичных родов, в частности почты червей, которые называют оксохлоном. Ну вот есть еще одна структура у одного вида Диккенсоний, причем у экземпляров испытавших спазматическое поперечное сжатие, видимо, какой-то спазм мускулатуры произошел вот у этих образцов и проявилась лежащая под мускульным чехлом вот какая-то структура, имеющая строение довольно характерное с продонным каналом и множеством поперечных цепляющихся каналов, охватывающих всю площадь тела. Такие структуры могут быть связаны с накоплением и распределением, либо наоборот с секрецией и выведением. И я предполагал раньше, что это возможно пищеварительная распределительная система, но выходов на поверхность у этой системы нет, на поверхность тела нет никаких, и это какая-то внутренняя структура. Кстати, по следам питания, по морфологии, видно, что не было вентрально ориентированного ракового отверстия существа. Эта структура, вот эта странная, присутствует в одной только популяция одного вида, в одной популяции одного вида. И, по-видимому, это вот какое-то приобретение этой самой популяции. И что, пока, какое назначение инфраструктуры я сейчас могу представить. Вот, таким образом мы находим у Дикинсови спитной покров горчатый, расширеное образование, которое, вероятно, поставило собой базальную пластину, внутренние вентральные карманы и осевой стержень, вот эту странную структуру непонятного назначения, и вот брюшной эпителия на дентральной стороне внешней реснички. Ну вот, здесь я собрал список червь в Дикинсоне, которые мы можем выявить на эстопаемом состоянии. Выдержанная форма тела, отсутствие всяких придатков и времен и постоянных, передне-задняя горстная нейтральная полярность, наличие эпителия, базальной пластины, ресничная слизь, выделяющая эпителия, по крайней мере, на нейтральной стороне, вот, позисегментное изомерное расчленение, добавление изомеров на заднем конце тела, наличие мышц, осевой и опорной, осевой опорной тяжи. Мы не нашли ни свидетельств существования мертания, аноса, ни иную в целом и осевой кишки. Но предполагаемая мертальная пищеварительная система в небесе в виде двух рядов поперечных карманов, для них характерен был механический способ захвата пищевых частиц с помощью ресничек и с последующим перевариванием внутри карманов. у них была диффузная система нервная, они способны ориентироваться в пространстве, но какие-то органы выделения мы не можем пока найти, возможно, просто невозможно найти, скопаемся на отпечатках. Предполагаемый способ движение, скользение на ресничках и для крупных, по крайней мере, форм еще и мышечные сокращения. Регенерация была на высоком уровне способность, размножение вероятно было половым, потому что никаких следов на вегетативное отделение, не обнаружено развитие было прямым. Дикенсони сопоставляли последовательно с ктенофорами, с плакозорами, с кандидариями. Я не буду за недостатком времени рассматривать эти гипотезы, а сравню с ксеноциломормами. Это естественская группа к остальным мифразорам, к другим остальным гилотериям. Ну вот основные составляющие группы с кишечной турбилярии, термокинды, и вот ксенофорами. Ну, здесь я представил по крайней мере некоторые признаки ксеноциломорм, которые можно как-то выявить на ископаемом состоянии. и в таких редуцированных списках характеристика гиггинсоний и сенциломорм совпадает практически, ну, кроме явно сементированности и поперечного расчленения и натириную часть его утяжки. гиггинсоний но эти-то как раз признаки характерны для нефрозои и тогда это позволяет сравнивать гиггинсоний с общим клетком билотерии, такой вот гипотетической билотерии. и здесь как бы совпадение практически полное. Единственное, что отличает гиггинсоний от гиггинсоний это гигантский размер метровый, тогда как гиггинсоний положительно миллиметровый размер. Вместе с гиггинсоний в ископаемой летности но несколько позднее, несколько миллионов лет в очередь встречаются остатки других гилотерий, причем они проактикулят отличаются онкологически достаточно сильны. Это значит, что расхождение гилотерий произошло гораздо раньше, чем они появились ископаемые летности. По расчетам это время было расхождение пришлось на конец криогене около 660 миллионов лет назад, что в общем на 100 миллионов лет отличается от времени появления гиггинсоний практикулята в ископаемые летности. Получается, что вот эти 100 миллионов лет гиггинсонии потратили не на совершенствование своей анатомии, а на возможность увеличения размеров, не внося каких-то изменений в свою внутреннюю сцену. Возможно, с этим и связано вот это такая тотальная сегментированность этих огромных лесковидных организмов. Ну вот все, что я успеваю рассказать. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Очень интересный доклад. Как всегда, после интересного доклада много вопросов. Ведь мы чаще задам булуара. По полиатологии, если можно. Ну вот мне во-первых очень интересно вот эта история про то, что они лесничками разрушают материальные матки. Мне вот как протестологу это сложно себе представить, что леснички довольно-таки не жесткие структуры. Я могу себе представить какую-то адгезию отдельных бактерий лесничек, а вот именно разрушить прямо раз ну адгезию клеток бактерий в составе мата. Есть ли примеры среди современных животных, которые могут так делать? Да, я понял. На самом деле я ни в коем мере не зову. Поэтому соответственно я пытаюсь каким-то образом реконструировать то, что объяснить то, что я вижу на ископаемых растах. поэтому я не могу сказать какие-то примеры привести. У меня просто нет другого механизма, который я мог бы предложить. Потому что чем еще можно провести царапины? Ну вот я не знаю, что там, щетинки какие-то? Как раз мне кажется, чем угодно, но не респечить. Это что-то мясо. Возможно, возможно, что там было что-то другое. другое не приходит в голову из-за моего соответственно программа. Возможно, не могу сказать. Просто что еще? Что угодно это что? Ну да, минеральные минеральные ничего мы не находим. Никаких следов нужно, когда сохраняется органическое вещество, некоторые щетинки по крайней мере сохранятся долживы кембрийских ископаемых, когда они сохраняются с органическим веществом, такие достаточно плотные образования сохранятся. Здесь ничего этого нет. А тем не менее механическое воздействие очевидно. Может быть, я могу спросить, насколько длинные реснички? Потому что ничего не знаю, нет. Если длинные реснички прекрасно могут сразу понять, жарки на это виднелеток современный, стички длинные, за счет ей полиплавы и виднелетности. Более того, даже могут вымирать зубы, чтобы отпусывать от своей жертвы. Вот видите, это комплекс ресничек могут создавать. насколько они видны и они ничего понятно невозможно. Только след воздействия, определить длину. Ну, если они были чем-то скреплены в комплексы, как у грибников, возможно? в комплексе, может быть, может быть, может быть, В принципе, может, так считаться матом. Ну, нет. Если, наверное, есть какие-то строгие определения, если это целая экосистема, возможно, но для меня микробный мат – это просто диаплёк. Но со строматолитами? Никак. Строматолиты? Ну, они с архея известны. Дикенсонии и микробные. Дикенсонии и строматолиты. Вот какие-то различия, где накладываются? Они не могут совпадать, но в дикенсонии в карбонатных отложениях остатка дикенсоний не встреча. Строматолиты, ну, есть песчаные строматолиты, они есть в тех же отложениях, где совмещается дикенсония, есть строматолиты, созданные, ну, минерально-кварцевыми зёрнами, ну, их тело. Так что, наверное, всё там было нормально с колониями разного геносиста. Андрей Николаевич, последний вопрос. Мне очень понравилась идея базарной пластинки, терминки, которые использованы для того, чтобы описать пространство или вещество, располагающиеся между покровами, так называемые. Здравствуйте, попробуй, даём представление, это клеточный чехол. Да, а внутри, и вот это то, что как бы, как же это не дарит, располагается что-то типа месоглеи. Внутри я не знаю практически что. Ну, это скорее параэнхима лучше, чем... Ну, вообще ничего нет. Вообще никаких, нет никаких возможностей. Понятно. Я почему ещё спросил. Потому что вот эта вот турчатая поверхность, которая как бы, по-моему, в одном из моих докладов говорила, что она как шкурка иногда срезает. Она очень похожа на бутикулярную какую-то обложку. Она не срезает как шкурка, нет. Ну, я бы запомнил... Ну, это, наверное, операция. Ну, внешне, да, вот у нескольких представителей. И вот, если предположить, что была такая... Ну, может, что уже на бутикула, вот некие редкие, да, вот внутри, либо параэнхима, вот такая месоглея. Ну, вот теоретически что-то такое было. А какая толщина? В нашем взгляд, вот, в том числе, цифра, которая, ну, не допустим, не подвижена. Ну, все смогут. Так, какой толщины были ли Кенсонии? Ну, и, честно говоря, нет возможности определить толщину. Но считается, что они были достаточно тонкими. Но вот те экземпляры, которые испытали боковое спазматическое сжатие, там они высокие. И там отношение на отпечатке уже, когда уже все там схлопнуто. Соотношение ширины к высоте один к семи. Семь к одному. То есть, вот это вот соотношение уже говорит о том, что они были высокими, вполне как и все другие организмы, которые плоскими не считаются. То есть, вполне как и кембереллы также. В общем, такие же высокие могли быть. А сприкина, она одного возраста? Сказал, что... А не попозже. Ну, чуть-чуть позже. Сприкина тоже подвижена. Ты начал с того, что дикенсонии самые первые подвижные животные. Они в ископаемом состоянии со следами первыми появляются дикенсонии. Несколько миллионов лет позже появляются вот кембереллы со следами и вот там другие организмы. Известные со следами только почему-то они сами. Конечно. Коллеги, спасибо большое. Перенесем все остальное уже. Да, да. Я могу сказать, что по сравнению с прошлым, не так правда, где дикенсония стала значительно посложнее. Да, там чтение здорово. И второе. Я хочу напомнить, что Андрей Юрьевич живую дикенсонию нам принес, она живет у нас в музее. Если кто-то не видел, можете посмотреть. Спасибо большое. Коллеги, переходим мы ко второму выступлению. И я представляю. Представлять не нужно, товарищ Петрович Сухис, а как для злоги и злого ночных. Доклад с таким названием «Сколько лет живут?» Мы продолжаем разбираться с давными-давными временами, но теперь методология этого будет представлена. Пожалуйста, Андрей Павлович. Добрый день. Очень приятно участвовать в ДОГИ, очень приятно участвовать в конференции «Вод 500-летия зоологии» и очень приятно продолжать палеонтологическую тему. Палеонтологи постоянно сталкиваются с определенными сложностями. Их материал прошел через геологическую ополочку, через летосферу. Он не полом, но основная задача, стоящая перед палеонтологами, это реконструировать именно биологические особенности. И сегодня я расскажу про один небольшой сегмент палеонтологических исследований, очень необходимый, очень важный, а именно определение индивидуального возраста ископаемых позвоночных животных. Позвоночных повезло, у них есть скелет, причем в скелете есть минерализованные части, которые используются палеонтологами для различных реконструкций. И мало того, именно минерализованные части скелета являются так называемыми регистрирующими структурами. Что это такое? Это анатомические структуры организма, не обязательно позвоночных, в которых в процессе жизни записываются физиологические состояния. Ярким примером именно регистрирующей структуры является сквол дерева. Можете посмотреть на спил, найти ростовые ветки, которые называются деревья годовые кольца, посчитать, сколько дерева было лет. Таким образом, особенности именно периодического физиологического состояния дерева записываются именно в стволе. Многие регистрирующие структуры характерны и для позвоночных, например, кости, зубы, минерализованные вещи. В них тоже записываются элементы физиологического состояния. И есть направление не в палеонтологии, а в зоологии позвоночных цел, которое называется скелетохронология. Определение индивидуального возраста именно по ростовым меткам, которые обычно имеют годовую природу. При этом скелетохронология ориентируется на разные ростовые метки. В основном это внутренние метки, которые образуются внутри минерализованных частей скелета, но есть и наружные внешние ростовые метки тоже. И о них я чуть-чуть поговорю. Внутренние ростовые метки представляют собой, по сути дела, годовые кольца. Но если у растений, у деревьев это называется годовое кольцо, то у позвоночных такая линия соответствующая остановке ростогенеза, остановки роста, называется линия остановки роста. Если происходит не полная остановка, а замедление, тогда мы имеем дело с называемым анной. С полной остановки рост не происходит, но серьезное замедление. Таким образом, мы можем найти вот эти самые годовые кольца внутри скелета позвоночных тоже. Как это выглядит на срезе? Когда мы анализируем внутренние метки, мы обязательно применяем деструктивные подходы, а именно кистологию. Готовим кистологические средства. Годовой цикл, который называется зона, животное росло, спелет рос, потом происходит замедление ежегодное и образуется либо линия остановки роста, если полная остановка ростогенеза, либо бред, такое при торможении, которое соответствует анной. Так что вот это вот классическая спелета-хронология, которая применяется и палеонтологами, но вот это чуть позже, и с современными зоологами. Например, когда нужно определить возраст, там, полет, либо какой-то амфибия отрезается. По ландре, по ландре можно определить, сделать и готовить кистологические средства. Поэтому животное не гибнет. Это вот, в общем-то, такие фоновые исследования. У каждого метода есть, конечно, свои ограничения. Кость – это живая ткань, она растет, она изменяется, увеличиваются размеры мозговой полости, она расширяется, и при этом расширении, при преобразовании после ткани, как это называемые модельные кости, происходит уничтожение, резорция самых первых линий остановок роста, самых первых ростовых меток. Поэтому зачастую, когда мы просто, если просто посчитаем количество вот этих вот живых корейских меток, мы можем получить возраст чуть меньше, чем на самом деле. Мы его недооценим. Это было показано, опять же, на современных зоологических объектах. Вот такие же ростовые метки формируются не только в костях. Они формируются и в дентине, в материале зубов, и в цементе. Это та ткань плотная, которая закрепляет зубы амболиоба. И там, и там есть вот эти самые метки. Теперь пару таких вот примеров, как скелетно-кронология используется в палеонкологических исследованиях. Если у вас хороший обширный материал, несколько скелетов разного размера определенного вида динозавров, например, сиронозавр и ракс, вы можете подготовить гистологические срезы и определить возраст каждого из этих скелетов. и посчитать просто вот эти самые метки, годовые кольца. В результате вы можете определить, сколько лет в желтинозавр, какой у него характер, рост и так далее, и так далее. Кроме этого, скелетно-кронология является основой для реконструкции эволюционных тенденций, эволюционных стратегий. Например, увеличение роста и размеров. Линейных размеров тоже можно определить этот механизм, анализируя годовые кольца, эти самые внутренние ростовые метки. К примеру, у предков гигантских динозавров, завропорт, размеры были очень скромные, 3-5 метров. При этом можно было, как бы палеонтологи это сделали, подготовили гистологические срезы и посчитали, сколько эти животные жили лет. Потом то же самое сделали для уже гигантских динозавров, завропорт, и оказалось, что у условных предков и потомков примерно срок жизни сопоставили. Какого-то удлинения срока жизни не происходило, но при этом скорость роста увеличилась. Это так называемая акселерация. Мы можем реконструировать, что гигантские динозавры, завропорт достигли своих гигантских размеров путем акселерации. Совершенно другая картина у гигантских проколюбов. То есть, если мы смотрим на жизнь, продолжительность жизни современного крокодила, то он достигает половозрелости 10-ти годов, ну а 20-ть с небольшим, и все, нормальный уважающийся крокодил, он уже умирает. Гигантские крокодилы, они жили, 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 при этом рост у них был примерно тот же самый, что и современный. Достигали половозрелости в 30-ти годах, ну и там за 50-х свыше лет продолжали жить. Таким образом, достижения гигантских размеров у динозавров и крокодилов совершенно разные. Это было бы невозможно реконструировать, если бы мы не применяли вот эти вот скеледно-хронологические подходы. На срезе костей можно определить время, возраст достижения половозрелости. Это было, опять же, сделано на современных, но мы можем перенести их с сапайной формы тоже. Если мы посмотрим на этот срез в осаде антидреса ламандра, мы увидим, что поначалу расстояние между гигантными кольцами достаточно большое, то есть рост был быстро. В какой-то момент происходит резкое сокращение гигантских кольцами между основными метками, и это совпадает с достижением половозрелости. Просто ресурсы организма перебрасываются с ростом на размножение, с одного важного на другое важное. И мы такую же картину можем наблюдать у многих ископаемых позвоночников. Один из примеров – это ископаемый небольшой птерозаврик, птеродоустра, у которого на срезе мы видим, что первые два года расстояние между кольцами и раздавленными метками очень широкие, потом происходит резкое сокращение, и, возможно, его пульс энтогеназа – это два года быстрого роста, достижение половозрелости и последующие замедления этого самого роста. Недавно статья, которая не посвящена определению возрасту, но без следовательно аналогических подходов, наверное, она была бы невозможна. Определили недавно время года, когда в Северном полушарии упал стероид в конце мелового периода. Как это было сделано? Там было несколько методов, но в том числе и взяли скелетокронологию. В чем смысл? Нашли уникальное несонахождение с родственниками современных касситров, как кислоносы, они исчезли. Множество скелетов этих кислоносов, у которых все жабы забиты так называемыми сферами, которые образуются при импакте при ударе астероида. Они погибли в тот день, когда упал астероид. Дальше начали анализировать вот эти годовые кольца, и подход был очень простой. Годовое кольцо, внутренняя ростовая метка, соответствует неподприятному времени, когда рост прекращается. Это зима. Если чуть-чуть от этой метки отойти, от этого кольца, то это весна. Посередине это лето и так далее. Оказалось, что все эти веслоносы только начали расти и погибли. И, соответственно, это был один из таких методов, один из доказательств того, что астероид действительно упал с северного полушария весной. Так что весна бывает разная. Склетоконология применяется и для реконструкции физиологических состояний. Очень хороший пример, когда проанализировали не кост, а цемент. А цемент, он в отличие, например, от гентина, в котором тоже есть эти самые метки, эти линии. В гентине линии соответствуют дням, а в день – одна линия. В цементе все как и в остальных костях. Одна линия – один кост. Меня в свое время очень впечатлил доклад, который не по раскопаемым формам. Там раскопали лошадей, которые погибли на Бородинском поле. Начали анализировать, сколько им было лет. Там, казалось, два с половиной, три года. Например, лошадям, которые участвовали. Я, правда, не помню, с какой стороны. Абсолютно то же самое по подходу. Взяли и сделали для очень древних влекопитающих. По сути дела, это мама реформы. Это еще не наша кроновая группа. Взяли и проанализировали количество колец, количества основных методов в цементе. И оказалось, что по возрасту вот такого примерно размера у них была другая физиология. И на основе этого было сделано предположение, что они были скорее ближе к холоднородным, нежели к типичным влекопитающим сомненным. Но то, что у них антогидез был совершенно другой, очевидно. Наши исследования, уже линии, которые дентине, которые образовывались ежедневно, мы обнаружили, что у динозавров, по имени стекозавров, которые жили в приполярных территориях в Ранне-Белу, в Якутии, у них происходило очень быстрое формирование зубов. И обычно это соответствует еще быстрой смене зубов. Это вот некая адаптация конкретных растительноядных динозавров к полярным условиям. Так что внутренние, классические такие вот склетохронологические методы, внутренние методы, они используются для палеонологических исследований очень-очень широко. Но есть то, что я назвал неклассическое, это не значит, что не научно. Неклассическое, не требующее эффективного подхода к склетохронологии, не надо ничего резать, достаточно посмотреть на эти склеентные элементы, на их внешнюю поверхность. Классический вариант, который почему-то я не нашел ни одного динозавровки, но видно на ископаемых чешуях, тоже отпечатывают эти кольца. Известно по современным рыбам, что отдельные кольца, отдельные внешние ростовые, соответствуют годам. Можно посчитать, сколько лет жила рыба, сколько ей было на момент гибли. Но это, опять же, делаю такой акцент, это не деструктивный, поскольку это особо привлекательно. Для акул, продвинутых акул, у которых минерализуются позвонки, тоже используется неклассическая вот эта склеерогронология. Она не деструктивная. Достаточно посчитать внешние метки, и они соответствуют годам, показанным на современных акулах. Достаточно посчитать внешние метки на позвонках. И, к примеру, исследования известнейшей акулы мегалодона. Взяли, посчитали, сколько на позвонках было меток у конкретного экземпляра. Если мегалодон считается в расстах 14-15 метров, то этому товарищу было на момент смерти чуть больше 9 метров. Ему было 46 лет. Но самое интересное, нашли первую метку, и оказалось, что мегалодоны на момент рождения были около двух метров. Такое предположение. Ну, на основе как раз вот этих вот внешних расстовых методов. Есть еще одно направление, которое мы развиваем с коллегами из Палеонтологического института. Совместное исследование. В чем оно заключается? Заключается оно в том, что мы обнаружили на позвонках на суставных поверхностях, которые называются эти гопотезы, тоже эти внешние расстовые метки. Это сделали мы и параллельно, ну, примерно в одно и то же время, хотя коллеги иностранные опубликовали чуть раньше, мы обнаружили в первую очередь на ископаемых амфибии, а они на ископаемых и современных чешуйчатых, на змеях и ящиках. Причем внешне вот эти вот метки оказались соответствуют внутренним методам, эскологическим. То есть это, соответственно, показывает то, что это эти метки в формировании, опять же, готичный характер. Начали смотреть, а у кого они встречаются, насколько широк спектр. Оказалось, что, да, амфибии, некоторые из копаемых, некоторые из современных, но из хвостатых амфибий, из саламандров, из лягушек, обнаружили у крокодилов, у варанов, опять же, тоже чешуйчатые. Но интересно то, что обнаружили и у совсем примитивных амфибий, а у примитивных амфибийских 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 формах тоже эти самые внешние зигопилизарные, находящиеся на зигополезах, на сочленованных поверхностях, хвостовые метки. И, естественно, начали применять, начали реконструировать возраст индивидуальный и особенности роста ископаемых в позвоночных, пользуясь только вот этими крепкими позвонками. Должна сейчас выйти статья, где мы проанализируем позвонки Каннского зала. Это морская ящерица вороной, которая жила в конце мела. Ну, оказалось, что вот на момент гибели в 11 век и продолжал порасти, но что-то случилось. Чем образованы вот эти вот самые древние? Это не курс, как оказалось, это минерализованный хрящ, который пусть покрывают. Отсюда выникает сразу же определенная сложность. Хрящ, даже минерализованный, достаточно плохо сохраняется ископаемого состояния. И чтобы обнаружить эти крепни, ну, сохранность материала должна быть очень-очень хорошей. Иначе он просто сотрется. Понятное дело, что соотнести внешние и внутренние метки надо, но использовать одну, то есть терминологию, не очень хорошо. Потому что, чтобы избежать, естественно, свою терминологию, но при этом есть полное соответствие. Вот эти вот анули, и линии остановки роста, и линии заведения роста соответствуют древним. Зона годовая у нас соответствует так называемому циклину. Циклины, получается, это внешние ростовые зоны, а внутренние свои, это, собственно, зоны. И в качестве такого вот объекта, на котором мы тоже решили обкатать этот метод, посмотреть, как различные подходы с биохронологией соотносятся к своему другу. Как внешние ростовые метки, и внутренние, еще на одном свете, на одном животном, если, может быть, какие-то противоречия. Может быть, этот метод не так работает, как считают некоторые исследователи. Мы взяли крокодиломорф. Это еще не крокодилы, а группа, которая называется паралегаторы. Она интересна тем, что она наиболее близка к современному крокодилу, по сути дела, кроновой группы. И изучение этих самых паралегаторов, она дает класс информации о происхождении современных крокодилов. Интересно то, что этот материал представлен следом, хоть он и в разводном состоянии, явно это одноосок, это череп, это стандермы, покровное обостенение, это кости конечностей. То есть, на этих позвонках как раз и были обнаружены эти самые внешние костовые метки, внешние гребни. И, соответственно, смысл этого исследования был соотнести внешние и инверсовые методы, есть ли это какие-то расхождения. Кроме подсчета гребней на позвонках, мы порезали часть элементов стилета, большой герцовой кости стандермы, ребром, кости конечностей. И, конечно же, первое, с чем мы начали, мы как раз посчитали эти самые гребни на позвонках, на разных позвонках, оказалось, что они соответствовали друг другу, никаких противоречий нет. И даже по этим внешним гребням оказалось, что возраст этого животного 5 лет. Дальше нужно было проверить, а по внутренним меткам то же самое выходит. Оказалось, что да, когда порезали большую герцовую кость, мы обнаружили, соответственно, 5 линий остановок роста из конечности косточку методорзалев, тоже 5 линий, сложность с ребром, там всего 4 линии, но как это можно объяснить, очень широкая мозговая полоса, похоже, была первая линия с альпиром. Ну и под вопросом дальнейших использований, может быть, это не очень хороший объект для реконструкции индивидуального возраста. В эстадермах мы тоже обнаружили эти самые 5 линий. Что можно сказать на данном этапе? То, что разные методы, анализ внешних методов, то есть дикапрофизм, наша скелетокронология, классический гистологический подход, они их друг друга дополняют. Их взаимо, в принципе, заменимы. Это очень хорошо, потому что в музеях, не каждый музей вам позволит резать кость. Вы приезжаете и говорите, я хочу отрезать кусок кости от этого тиранозатора, вам покажут на дверь. Но если вы находите вот эти внешние крепления на позвонках, вам не надо еще резать, вы посчитали, это некая альтернатива. Правда, есть определенные ограничения. Какие ограничения? Мы начали, естественно, смотреть современных проходилов, и не только... Это позвонок очень известного мертвого уже недавно уничтожного проходила. У него есть имя Сатур. Он из Москвы. Он умер в Москве, но вообще родился и жил до 45-го года в Берлине. Адольф Питлера его привечал. Но вот у нее такая интересная судьба, и теперь он используется скелетно-кронологических наших исследований. В чем сложность? Ему было, по-моему, за 8-90, когда он был. И мы видим, что огромное количество вот этих внешних гребней. И мы можем легко так посчитать, там 40-50 керов вообще читать легко, а дальше такое начинается плотное месиво. Это вот некое ограничение, похоже, этого метода. То есть очень хорошо работает, когда животное молодое умирает, там хорошо есть и гребни разделены, и так далее, и так далее. Но очень сложно определять у очень старых животных. Но это как раз вопрос, который надо решать. Бывают ситуации, когда никаких гребней, никаких линий, ничего не остается, а понять хотя бы взрослое это животное или молодое, определить антагенетическую стадию нужно. Но тогда приходят некоторые косвенные маркеры гистологические, и тогда надо срезы все-таки в первую очередь делать. И я думаю, что вот эту картинку или похожую картинку, многие из вас помнят из учеников физиологии, из школьных учебников. Это вторичный остеон, гаэксовая система. И надо сказать, что вот гаэксовая система, вторичная остеона, она образуется в кости после ее преобразования. Первичная кость, она вот здесь никаких этих систем гаэксов не имеет. Потом приходят остеоклассы, выведают большие области, они потом заполняются и формируются вот эти самые вторичные остеоны. Вот этот процесс у меня напоминает всегда строительство метро. Это тут остеоклассы, они как-то проходческий щит, делают дыбу, потом у остеоклассы тут же ее заделывают. По количеству этих вторичных остеонов можно определить, молодое это животное или старое. У старых животных, взрослых животных вторичные остеоны полностью и большей частью замещают первичную ткань. Как это было, например, использовано? Вот это вот задняя половина маленького заворопода здесь видна. Находили в Европе в позднеюрских и позднемиловых отложениях скелет маленьких заворопод. Норма это там 20 метров, по 30 метров, а есть там 6-5. И палеотологи начали спорить, что это карликовые формы либо это детеныши. Когда сделали гистологические средства, оказалось, что очень зрелая, очень взрослая костная ткань с большим количеством вторичных остеонов это взрослые животные. Как объяснить маленькие размеры? Когда в Европе были острова, это островные идеи. А когда животные попадают на остров, они величайны. Так что в этом помогла тоже гистология, хотя не возникли все скелеты по аналогии. Но тем не менее. Второй маркер очень хороший. Когда скелет перестает расти, кость перестает расти, образуются две очень близкие, больше чем две близкие расположенные линии на срезах. Это так называемая внешне фундаментальная система. И когда мы видим ее, это значит, что скелет уже вырос. Животное достигло взрослого состояния. Это работает и на динозаврах, это работает и на питающих. Это примитивная лошадь. Кстати, здесь оба маркера взрослого состояния виды. С одной стороны, внешняя фундаментальная система, а второй мы видим первичная. Кость практически полностью замещена вторичными астеомами. Поэтому, когда мы находим какую-то кость динозавра, и непонятно, взрослое это или животное, или молодое, мы просто делаем срезки. И если есть эти маркеры взрослые, мы определяем, как взрослые. Наверное, это основа, что я хотел сказать именно о полиозологии позвоночных, но закончить свое выступление, надеюсь, я укладываюсь, мне хочется немножко другим. У нас была выставка, и многие были на этой выставке, и один из центральных таких объектов это была тридактная. Когда я там дежурил, людей нет, я смотрел, не медитировал. Но когда медитируешь над тридактной, видишь, что там есть тоже какие-то слои, и понимаешь, что моллюски тоже, и в раковине это регистрирующая структура. Я ничего не знал про беспозвоночных, но потом мне стало интересно, я залез, и оказалось, что в изучении беспозвоночных есть такое направление, которое называется склеро-аналогия, позвоночный скелет-аналогия, здесь склеро-аналогия. И вот тридактная, это полная аналогия с нашим дейтином. Линии тоже образуются в раковине. Каждый день. Это меня очень впечатлило, что ежедневно эти маленькие линии в огромные раковины, и можно посчитать, и понять, сколько эта раковина формировалась. То же самое и с, например, коралловыми. Есть внешние метки, это полная аналогия наших зигополисов, наших позвонков. Мы видим, что эти гребни, вроде они соответствуют годам. можно взять, как кораллы, и пропелить, и посмотреть, есть годовые методы. Очень такое тоже, мне кажется, развивающееся направление. Интересно то, что можно вот эти вот интервалы из них брать, соответствующие определенным годам, на бробы, на изотопы кислородные и смотреть, с изменения к ним. Таким образом, и для физпозвоночных, и для позвоночных определение индивидуального возраста очень важно, и оно является основой исследования в последующем. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Не возникает. Не возникает. спасибо. Как всегда, первые линии проходят после рождения практически сразу. Но там эмбриональные кости позвоночных по структуре очень отличаются. У них огромные полосы для сосудов, и сосудов очень много. Поэтому даже по отдельной маленькой косточке делают срезы, понимают, это динозавр, который был еще в яйце, и мы уже выучились, что это возможно. Спасибо. Спасибо. Валерий Классин. Можно подчинить, что тружатные кости можно определить, кто это молодой животный у них взрослый? Или все-таки какая-то кожа спорная? В трубчатых костях могут формироваться вот эти ежегодные линии остановки роста? Они формироваются в одном отделе Есть проблема другая, что у многих великопитающих и у некоторых динозавров, например, луканцевых динозавров и самых продвинутых цифровокод, у них был непрерывный рост. Но если мы возьмем, например, северного оленя или медведя, вот у них вот эти кольца годовые очень хорошо калируются, соответствуют приятным условиям. Это, скорее всего, уже первичная кость, она заместилась на вторичные астроны. Когда у нас появляются вторичные астроны, тогда мы перестаем? Да. Тогда только в молодой стаду. Спасибо. Вопрос из онлайна. Алексей Владимирович, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Слышно меня? Да, слышно нормально. Павел Петрович, вот у тех же самых моллюсков, о которых вы упоминали, бывает, что при использовании разных темпофиксирующих признаков оценка возраста получается разная у одной и той же особи. Например, если пытаешься посмотреть возраст там у двустворчатого моллюска по раковине и по лигаменту, и там и там есть, соответственно, маркеры, то результат может получиться разный. Даже у одного и того же двустворчатого, если правую и левую створку использовать, иногда разный получается результат. И, в общем, наверное, понятно, почему это происходит, потому что условия формирования структур разные. А вот у позвоночных животных, если использовать разные темпофиксирующие признаки, там, скажем, костную ткань, зубы, вот бывают ли такие расхождения и почему? Ну, совсем недавно стали обращать внимание на внешние расставы, вот эти вот метки. Поэтому в нашем исследовании она показывает, что есть соответствие грибней внешних на позвонках и внутренней линии. Но вот мы пытаемся как раз такие несоответствия найти. Ну, бывает ситуация, о которой я тоже говорил, когда очень сильно расширяется мозговая полость, например, у летающих ящерек у тирозанов. У них, меня в свое время поразило, животное размах крыльев 5-6 метров, стенка кости трубчатой 1 миллиметр. И она постоянно поддерживается, животное растет, кость расширяется, а стенка 1 миллиметр за счет того, что постоянно резорбируется костная ткань и расширяется мозговая полость. То есть, понятное дело, что вот сколько там этих линий было расставы, ну, не посчитать. Это очень можно примерно прикинуть. Обычно там вообще не попадает, одна попадает. Вот такие вот особенности у отдельных групп позвоночных есть. Но вот это надо просто учитывать и вносить по праву. Спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. Ну, все, тогда, да, спасибо. Спасибо еще раз. Мы продолжаем нашу провестку и переходим к ничуть не менее масштабным расширениям. Вообще все наши сегодня доклады, они, конечно, связаны с собственной работой докладчика, но они выходят за рамки собственной работы, потому что мы хотим сегодня касаться общепиологических вопросов. И вот с таким совлекательным названием доклад представляет Василий Владимирович Леонидович Леонидович. Сколько раз краснели эти доклады? Так, здравствуйте, дорогие коллеги. Спасибо большое, Андрей Игоревич. Мне очень приятно и лестно выступать на Доне Леонидович Леонидович Леонидович, но я хочу сразу предупредить, что сегодня будет небольшой эксперимент. Дело в том, что я ни в коем случае не альболог, не специалист по хлоропласту и даже не специалист по филотиномике. Но так получилось, что мне эта тема интересна, и я бы сказал, что я стоял рядышком с некоторыми авторами, которые по этой теме публикуют важные статьи, и иногда они меня отвечали за это с автором. Поэтому я решился на такой доклад. Может быть, это будет чуть-чуть лекция, там будут небольшие вкрапления, ну, не моих собственных данных, но данных, к которым я имел отношение. Но, тем не менее, как получится. Итак, ни для кого не секрет, что важные компоненты элкариотических клеток, митохондрии и хлоропласты по современным представлениям имеют эндосимбиотическое происхождение. При этом митохондрии, судя по всему, появились у общего предка всех элкариот, а хлоропласты, вот первичный симбиоз с предками хлоропластов, которыми были цианобактерии, произошел, как считается, лишь в одной из линий элкариот. Что это за линия? Она имеет название архипластида, древнепластидные элкариоты. И считается, что этот процесс произошел в результате того, что цианобактерия, а цианобактерия – это граммотрицательная бактерия, то есть у нее есть две плазматических мембраны, между которыми имеется слой мурина, внутренняя мембрана и внешняя мембрана. И, соответственно, за счет захвата каким-то общим предком архипластида цианобактерии появились вот эти самые первичные хлоропласты, окруженные двумя мембранами. И граммоотрицательные, как и граммоотрицательные цианобактерии. Далее можно выделить разделение вот этих самых архипластид. Там есть больше двух групп, но две вот таких магистральных линии архипластид – это красные водоросли и зеленые водоросли, от которых потом, да, в которых укореняются также и все зеленые растения. То есть две магистральных линии. Теперь, если мы посмотрим с вами на вот такую общепринятую систему элкариот, то мы увидим, что, ну вот, собственно, таксон архипластида, вот где-то здесь, судя по всему, должен был происходить этот первичный симбиоз. Но мы увидим с вами, что на самом-то деле фотосинтезирующие организмы имеются и за пределами этой группы, за пределами архипластики. И если мы на них посмотрим внимательно, то у некоторых из них вот эти вот хлоропласты, они больше напоминают хлоропласты зеленых водорослей, обладают хлорофилами А и В, а у некоторых больше похоже на красных водорослей, и обладают хлорофилами А и С, но есть еще целый ряд биохимических и самых разных других сходств. Каким образом это может возникнуть? Понятно, что это не может быть вертикальное наследование. Вертикальные хлоропласты могли бы наследовать только потомки вот этого общего предка архипластид, который вступил в первичный симбиоз. Это результат процесса, который носит название вторичного симбиоза или вторичного эндосимбиоза. Соответственно, в свою очередь уже зеленые водоросли были захвачены какими-то другими организмами. В случае зеленых водорослей, ну вот более-менее несомненными случаями считается захват зеленой водоросли, который привел к появлению эвгленафита, фотосинтезирующего эвгленафита, и захват зеленой водоросли, который привел к возникновению хлорорахниофита, фотосинтезирующих представителей эволюционного направления резария. То, что это произошло параллельно и независимо, и в результате вторичного симбиоза, нет, вызывает больших сомнений. А вот вопрос того, как возникли существа с хлоропластами, похожими на красные водоросли, приобретенные в результате вторичного симбиоза, существуют большие дискуссии. Давайте сначала назовем этих существ. Значит, во-первых, это криптофитовые, во-вторых, это гаптофитовые, в-третьих, это представители охрофитов, и, наконец, в составе альвеоля, все знают фотосинтезирующих динофлагелят, но, помимо этого, пластиды имеются и у представителей АПИ-комплекс тоже, причем у некоторых из них сейчас нашли даже вполне себе активно функционирующие пластиды, или лучше сказать, нашли представителей АПИ-комплекс с вполне себе функциональными фотосинтезирующими пластидами. Вот эти вот группы будут нашими основными героями, вот к ним будет приковано наше пристальное внимание. Итак, дальше я хотел бы остановиться на так называемой гипотезе храмиста, которая принадлежит великолепному исследователю, профессору Томасу Квалье-Смиту, который, к сожалению, в прошлом году ушел из жизни. Я сейчас даже не буду пытаться перечислить все прекрасные открытия, замечательные идеи, обобщения крупные, которые принадлежат этому исследователю, но, пожалуй, гипотеза храмист позволит себе такую вольность. Мне кажется, что она была одним из любимых детищ таких Квалье-Смита. Вот то, что он отстаивал, обосновывал и защищал в течение своей жизни. В чем заключается эта идея? В чем заключается эта гипотеза храмиста, или иногда ее называют хромольвиолятной гипотезой? Она заключается в том, что вот все эти перечисленные здесь представители с хлоропластами, похожие на хлоропласты красных водостей, они являются результатом единственного захвата, единственного вторичного симбиоза с красной водостой. То есть все эти хлоропласты унаследованы вертикально от одного общего клетка, в результате одного единственного акта коричневого симбиоза. Это может показаться такой тривиальной идеей, но вот здесь я позволю себе длинную цитату, но позволим самому Квалье-Смиту сказать, насколько это значит. Послушайте, с каким, не знаю, чувством он пишет об этом обобщении. Только животные и бактерии имеют больше типов, чем хромисты, но даже они не могут сравниться с хромистами в их удивительном диапазоне контрастных адаптивных зон. От гигантских бурых водорослей, длиннее синего кита, до инфузорий, таких как параметс, денофагеля, питающих коралловые лица или убивающих моллюсков, наиболее распространенные хищники в почве, саркомонады, паразиты, такие как токсоплазмы, чьи цисты, предположительно, поселяются в каждом третьем человеческом мозгу, и плазмодий, вызывающий гулялиф, диатомовые водоросли, чьи кремнеземные панцири когда-то были необходимы для изготовления динамита или полировки зеркал астрономических телескопов, а также форамениферы или фланктонные гультофиты, такие как химильяне, которые видны из космоса, выслагают белые сталы, дубра, своими известковыми тишинами, вероятно, являются наиболее своеобразными синтезирующими океаническими жгутсконосцами и выделяют летучие химические вещества, влияющие на образование облаков и глобальный энергетический баланс. Это сравнительно короткое предложение для Клория Смитта. Вот это его стиль. Но я хотел просто привел эту цитату, потому что я хочу, чтобы вы поняли, насколько это крупное обобщение. То есть, по сути, половина всех эукариот, согласно вот этой гипотезе, являются потомками единственного фотосинтезирующего организма, который установился именно с красным возрастом. Смелая обобщение. Легко ли в него поверить? Ну, если мы посмотрим с вами на филогеномику, основанную на мультигенной вот такой филогении, целых лоропластных геномов, я подчеркиваю, это геномы органелла, то мы, в общем-то, увидим подтверждение этой гипотезы. Мы увидим, что все вот эти вот организмы, все вот последовательности этих красноводорослевых хлоропластов с одной стороны образуют четко выраженную кладу, вот кладу этих самых хромистов, а с другой стороны, эти являются группой, которая выходит, является близким родственником по хлоропластным геномам самих красных водостей. То есть вот по этим данным гипотеза хорошо подтверждается. Ну и далее следует отметить еще один очень важный аргумент, который Томас Кавалье Смит всегда приводил в поддержку вот этой гипотезы хромиста. Дело в том, что мало просто приобрести хлоропласт, мало даже просто, так сказать, перенести необходимые гены в ядро, а это зачастую происходит, зачастую как в случае митохондрии, так и в случае хлоропластов, как только они появляются в цитоплазме своего хозяина, огромная часть генов в результате такого эндосимбиотического транспорта генов, который является частным случаем в горизонтальном переносе генов, они переходят в ядро. Но дальше в ядре эти гены начинают экспрессироваться, и необходим какой-то механизм, который будет эти продукты, эти транскрипты должны транслироваться, а продукты должны импортироваться обратно в хлоропласт, если они должны функционировать внутри хлоропласта, в строме хлоропласта. И вот на этих пластидов, родственных пластидам красных водорослей, существует очень-очень сложная, очень-очень замысловатая система импорта белков. Большинство этих хлоропластов окружены четырьмя мембранами. Вот представьте себе, нужны механизмы, чтобы протащить эти белки через каждую из этих мембран. Самая наружная мембрана соответствует эндомембранной системе самой элкариотической клетки. У многих из них это просто непосредственно эндоплазматический ретикулем. Он может быть шероховатым эндоплазматическим ретикулем, на него садятся рибосомы, на его транслаконы садятся рибосомы, и те, соответственно, транскрипты, на которых есть специальные сигналы, они через транслакон транслируются прямо в просвет этого эндоплазматического ретикулема и, соответственно, попадают в следующее пространство, в котором они дальше должны пройти уже через вот эту переплазматическую мембрану, которая является бывшей мембраной красной водосы, бывшей мембраной вот этого вторичного симбионка, который сам был низведен, по сути дела, до хлороплазма. И вот здесь вот в составе вот этой переплазматической мембраны используется очень элегантная система. Здесь используется белок под названием дерлин, который вообще-то есть не только у фотосинтезирующих ретикулем, он есть и у нас с вами. И он играет очень большую роль в процессе деградации белков, которые оказались в эндоплазматическом ретикулеме, но собрались как-то неправильно, не смогли правильно фолдироваться. Тогда специальные шапероны с ними связываются, а через вот этот дерлин, который представляет собой трансмембранный белок, такие неправильно свернувшиеся белки выкидываются в цитозори, где на них нападают протеосомы, и, соответственно, судьба их не завидит. То есть дерлин – это что-то, что у эукариотов традиционно использовалось для деградации неправильно свернутых белков ВПР. А вот здесь вот дерлин делает обратное, он не выбрасывает белки, он затаскивает, он протаскивает эти белки, которые обладают необходимым рецептором, через вот эту переплазматическую мембрану. При этом дерлин, который используется в хлоропластах, выполняет вот такого рода функцию переплазматических мембран этих хлоропластов, он гомологичен дерлину красных водорослей. То есть, судя по всему, эта система была заимствована, как-то адаптирована с использованием вот этой системы красно-водорослевого симбиота. Она приобрела здесь много учеников. Это нетривиальное событие. Очень сложно себе предположить, чтобы такое событие происходило в эволюции много раз и независимо. Можно было найти какой-то способ протаскивать белки через переплазматическую мембрану, но маловероятно, что он будет совпадать у разных независимо захвативших красных водорослей организма в таких деталях. Вот это вот аргументы в пользу хромолевиолятной гипотезы. Но вот ахиллесовой пятой хромолевиолятной гипотезы или гипотезы хромиста всегда являлась филогеномика, филогения, которая строится по, соответственно, по генетическому материалу хозяина, по хозяйским генам. Вот. И если мы посмотрим на эту филогене, то, во-первых, что мы видим? Когда мы строим не по генам хлоропластов, а по хозяйским генам, мы включаем сюда и гетеротрофных протестов. И практически вокруг каждой вот этой линии, гриптофиты, гаптофиты, диноплагеляты с эпикомплексами, мы видим какие-то гетеротрофные группы, у которых хлоропластов нет и никогда не было. Спрашивается, они что, утратили эти хлоропласты? Почему не осталось никаких следов? Мы не знаем никаких следов хлоропластов, например, у инфузорий. Мы не знаем никаких следов хлоропластов у многих резарий. Мы не знаем никаких следов хлоропластов, например, у синтрофилидных солнечников. Вот практически все эти группы окружены гидротрофами, у которых никаких следов, даже бывших, когда-то существовавших хлоропластов не находится. Что нужно делать в рамках гипотезы хромиста? Нужно предполагать, что везде они потерялись, просто этих потерь становится слишком много. Ну и просто еще одна проблема связана с тем, что положение вот этих групп, таких как криптисты, гаптисты, даже при использовании филогеномики, очень долго было нестабильным. Они группировались в разных местах древа Эукариот, но всегда с низкой поддержкой. И вот в 2016 году мне довелось поучаствовать в такой статье, которая изначально задумывалась вообще не как работа, связанная каким-то образом с эволюцией хлоропласта. Нам, когда я работал в лаборатории Патрика Киллинга, со мной работали Денис Тихоненков, Фабель Буркер. Наша задача была простая. Мне были интересны центрофилидные солнечники и было интересно установить их положение в системе Эукариот. Это нам удалось. Это оказалось, было четко показано, что это сестлинская группа каптофитовых. Соответственно, вместе они составляют группу, которая называется каптистов. Но вот эта работа стала такой важной векой дискуссии о проявлении красноводорослевых хлоропластов совсем по другому поводу. Дело в том, что построенным нами деревом впервые с хорошей поддержкой удалось установить, что криптисты являются сестринской группой архипластиков. Казалось бы, и что такого? А на самом-то деле это вот такой вот мощный динамит, который делается в диатомных возрастах, заложенный под гипотезу хромиссии. Потому что, ну вот представьте себе, если у нас большинство представителей с красноводорослевыми хлоропластами в составе вот этого узла, в составе этой клады, а криптисты с хорошей поддержкой ведвятся как сестринские архипластидом, то где у нас должен находиться этот общий предок, от которого и те, и другие у нас ведывали эти самые вторичные красноводорослевые хлоропласты? Но он должен находиться самое, так сказать, позднее вот в этом узле, а может быть еще и раньше. Так тогда что получается? Чтобы, так сказать, вступить с ним в симбиоз, красные водоросли должны были путешествовать назад во времени. Этот предок должен существовать еще до того, как архипластиды разошлись на красных и зеленых водорослях. Это нонс. То есть такая топология, на самом деле, де-факто практически исключает возможность справедливости и потезы хранистов. Хотя, так сказать, могу сказать, что в дальнейшем эта топология все больше и больше подтверждается в других работах. Это просто была первая работа, в которой она была достоверно показана с хорошей поддержкой. Итак, что нам остается? Гипотеза храмист, получается, мы ее по этим данным, если исходить из того, что я только что сказал, мы ее должны отсечь. А какие другие у нас могут быть гипотезы? Множественное, независимое происхождение, но тогда мы видим явный конфликт с другими, с аргументами в пользу, так сказать, храмистой гипотезы. Непонятно, как независимо разные линии приобрели, во-первых, симбиоз с очень родственными, очень сходными группами красных водорослей, которые на хлоропластной филогене образуют четкую плату, да еще которые приобрели такой сложный механизм белкового импорта. То есть множественный симбиоз нам тоже не подходит. Но предпринимались попытки объяснить имеющуюся картину с применением серийного, гипотезы серийного симбиоза. То есть можно представить себе, что, допустим, предок какой-то из групп, например, криптофитовых, вступил во вторичный симбиоз, а предок другой группы, допустим, гаптофитовых, он уже вступил в третичный симбиоз с криптофитовым. И тогда мы видим, как бы, опять горизонтальный переход, перескакивая все эти гетеродрофные группы. А, допустим, гаптофитовые были порабощены ахрофитами, и, соответственно, предполагаются вот такие вот гипотезы серийных эндосибиозов. Но я хочу напомнить вам вот эту картинку. Если мы предположим вот такую гипотезу серийности, то мы должны видеть вот эти группы, которые возникали за счет серийного симбиоза на хворопластном дереве, вложенными друг в друга, они должны обладать преемственностью, но, тем не менее, мы видим их равноправными, мы видим их в качестве самостоятельных таксонов. Таким образом, эта гипотеза тоже не выдерживает никакой птицы. Таким образом, я не знаю, что сказать в качестве вывода этого доклада. Нет хорошей модели на настоящий момент, чтобы прояснить существующую картину, и остается только предлагать какие-то новые варианты и искать новые данные. И вот как решать эту задачу? Может быть, я скажу еще пару слов, как мне кажется, в чем может лежать ключ к решению такого рода задачи. В качестве примера я хочу привести две находки, которые были сделаны совсем недавно, буквально в последние годы, в 19-м и в 21-м году. Это новые линии, две новые линии в составе таксона архипластита. При этом они обе оказываются сестринскими к красным водостям. Одна из них называется родельфида, другая называется бекозо. В некоторых вариантах топологии бекозо ближе к красным водостям, в некоторых случаях родельфиды ближе к красным водостям, но, так сказать, их родство обеих этих групп с красными водостями не вызывает сомнений. В данном случае это не суть важно. Что можно сказать про родельфиды? Родельфиды – это гетеротрофные, фаготрофные архипластиты. При этом у них существуют хлоропласты, но они не фотосинтезируют. Тут есть такая проблема, что очень часто утратив хлоропласты, прошу прощения, очень часто утратив фотосинтез, не удается до конца утратить хлоропласты, потому что он успевает взять на себя еще какие-то другие важные функции, выполняемые им в клетке. И даже если организм перестал фотосинтезировать, он очень часто удерживает хлоропласт. Например, у родельфиса в хлоропласте происходит синтез гема. Вот такой метаболический путь находится целиком в хлоропласте, поэтому избавиться от него совсем нельзя. И это, конечно, совершенно новая линия элкариот, которая переворачивает наши взгляды на то, как эволюционировали архипластиды. Как-то считалось, что архипластиды исходно перешли к фотосинтезу, приобрели клепочную стенку, обладают тенденцией к малой подвижности, красные водоросли вообще утратили жгутики полностью, раз и навсегда. А тут активно живущий, активно плавающий фаготрофный протизм. И вдруг он оказывается сестлинским красным водорослом. То есть это совершенно новая, ни на что не похожая линия. И когда мы ее увидели впервые? В 2019 году. Или Пиказо. Это на самом деле еще лучше. Это вот такие совсем вот настолько микроскопические протисты, что они не могут питаться даже бактерии. Бактерии для них слишком велики. Вот. Поэтому они обитают в планктоне океана, вот в таких вот зонах отвелингов, богатых органикой, где они, по сути, захватывают такие частицы коллоидного раствора, богатого органика. И вот это существо, вообще ни на кого не похожее, в итоге оказалось родственным, тоже сестлинским красным водорослом. У нее не то, что нет хлоропласта, у нее не то, что там нет фотосинтеза, у нее вообще нет никаких следов хлоропласта. Мы, когда этим занимались в Швеции, мы очень, так сказать, мои коллеги, и мы подробно искали хоть какие-то следы возможного наличия у этого организма фотосинтеза или криптических пластин. Такое впечатление, что его ничего нет. Ничего нет и на морфологическом уровне. Были работы, которые детально, такую маленькую клетку, в принципе, можно очень детально изучить на электронном микроскопе. Никаких следов пластин у него нет. А что это значит? Как это можно интерпретировать? Вот представитель архипластин, у которого вообще нет и нет никаких доказательств, что когда-то были хлоропласта. Это может означать либо утрату хлоропласта, но, как я уже сказал, утратить хлоропласта непросто. Вообще-то есть буквально парочка достоверно задокументированных случаев, когда существо было фотосинтезирующим, полноценными хлоропластами обладало, а потом их утратили. И все эти случаи принадлежат к паразитам. А здесь свободный живущий организм полностью утратил пластины. Это что-то подозрительное. А другое объяснение возможное такой топологии – это то, что, может быть, у красных водорослей хлоропласты приобретались независимо уже после того, как они расстелились. В таком случае мы должны усомниться в таком вот общепринятом тезисе, как единственный случай первичного симбиоза. То есть, может быть, зеленые и красные водоросли вообще захватили разных цан и бактериков. Тогда эта топология получит свое объяснение. Но, повторяю, я привел лишь это в качестве примера того, что вот такие крупные, ни на что не похожие линии, они продолжают до сих пор открываться. И возможная причина того, что мы не можем сейчас создать адекватную модель эволюции красно-водорослевых пластин, заключается в том, что, ну вот, мне кажется, в этой цитате довольно точно один из моих коллег по Генбурке сформулировал как то, что мы на самом деле собираем пазл, собираем мозаику, но мы не знаем, сколько в них деталей. Более того, мы знаем изначально, что у нас, судя по всему, далеко не все крупные детали вообще-то есть. Возможно, они где-то под диваном завалились, и их как бы исчислищили. То есть, вот мы видим очень-очень неполную фрагментарную картину и пытаемся делать по ней выводы. То есть, судя по всему, ключом к решению задач, которые здесь прозвучали, проблем, о которых я здесь говорил, является продолжение вот такого выявления скрытого разнообразия эл-период, которое явно еще далеко не полностью нам известно. Вот, большое спасибо за внимание. Коллеги, один вопрос буквально, пожалуйста. У нас очень мало. Есть вопрос, если можно. Василий Владимирович, вот в целом ряде случаев у аморфея, так называемых, амебазоа, абазоа. Насколько я понимаю, тоже нет следов наличия фотосинтеза когда-то в прошлом. На самом деле, я не специалист, поэтому вопрос от человека малокомпетентного, понятное дело. Вот действительно ли это так? А если это так, то почему такая большая группа эукариот не пошла по пути рабовладения? Вот вопрос. Ну, так сказать, на первую часть вопроса я ответить могу. Да, это так. Действительно, вот по всей совокупности таких более-менее современных данных, можно сказать, что вот в этих ветвях, к которым и мы с вами принадлежим, и целый ряд фразистов, и грибы, и амебазоа, фотосинтеза никаких хлоропластов нет, никогда и нет. Но, к сожалению, на вторую часть вопроса я затрудняюсь ответить этот вопрос к какому-то Господу Богу или кто вместо него там. Боюсь, что, может быть, есть какие-то гипотезы на эту тему, но мне они, пожалуй, сейчас на вспыхку не грезут. Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Один вопрос короткий, пожалуйста. Спасибо. У меня вопрос о гигазолок. Вы сказали, что они очень мелкие, не питаются ничем даже материальным, а питаются органиками. В то же время, насколько я помню историю, зрития, ну, скажем так, историю изучения, эти хоккористы происходно считали фотосинтезирующими, называли их кодекистами, да, по-моему, и находили аутофлеолесценцию в цитопластах. Ну, это вот вопрос о хлоропластах. В общем, предполагалось, что они питаются все-таки чем-то мелким фотосинтезирующим. Ну, да, у этой группы сложная история изучения. Да, когда-то они вообще были известны только по таким данным секвенирования природных проб. В какой-то момент пытались смотреть с помощью ин-ситу гибридизации, где же эти последовательности светятся и на что будут похожи вот эти клетки. Но на самом деле вот эти данные ин-ситу гибридизации на фильтрах, они, как правило, дают очень малой информации. Вы видите пятнышко, вы можете оценить размер этого пятнышка. Вы видите рядом еще эти светящиеся пятнышки. Вы не знаете, это тот самый организм или, может быть, что-то в пробе просто к нему пристало и рядышком светится. Вы думаете, что это часть этого организма, а это светится что-нибудь другое. Вот этот метод, он имеет очень много ограничений. И, к счастью, в случае с Пиказоа один раз удалось выделить культуру, которую удавалось долго поддерживать и детально изучить ее маркологически. И вот как раз на примере вот этого единственного морфологически и детально изученного вида Пикрамонос юдроскеда, он и был сделан вывод об их питании. Да, вот просто, ну, мне нечего дошло, в презентация. В общем, там действительно они его, можно сказать, очень детально исследовали под электронным микроскопом и увидели, что половина клетки забита вот этими бакуолями. Ну, бактерий непонятно, как такого рода клетка вообще сможет съесть. Чем-то она должна питаться. И действительно там есть бакуоли, которые, ну, вот, было высказано предположение, что, ну, наверное, это не очень строго доказано. Вот был высказан вот такой взгляд, что они питаются коллоидными растворами, да, в богатых органикационных океанах. Кстати, звучала еще гипотеза, что они питаются виреопланктовой, что они питаются вирусами. Но, опять же, доказательств прямых этому... Ну, они явно слишком малы для того, чтобы питаться бакуоли. Ну, понятно, что это не сферическая клетка, да, поэтому, так сказать, тут надо говорить о какой-то длине и ширине, да, вот этот вот диаметр, когда он, там, ну, не больше микробов, как правило. Ну, вот. В длину они могут быть подлиннее, если они могут быть 2-2 сантиметра. Ну, то есть это бактериальный раствор. И пока есть только один описанный органик. Парфологически, да. Понятно. Вы его же, да, пытались? Нет, к сожалению, его вот как-то был один такой замечательный индус в Германии, который его вот так вот детально изучил морфологически, секвенировал 18С-РДНК и на этом успокоился и культуру утратил. Поэтому, так сказать, никакой возможности не было их изучать. Поэтому мы их получали методом селл-сортинга, так сказать, потом скрининга вот этих самых символ-селл-геномов и потом секвенировал, на самом деле мы секвенировали там несколько десятков селл-геномов, которые покрывают большое разнообразие, там, из каждого мы взяли 18 текст, смотрели, что это большое таксономическое разнообразие в Германии, и из него, соответственно, собирали вот эти вот данные. Понятно. То есть у нас есть большое разнообразие геномов, и понятно, что большое разнообразие организмов знаем орфологически, но только один, а в геномах нет следов хлоропласта и нету генов, которые попали из хлоропласта. Никаких генов с сигналами импорта. А фагоцитозы не пропустили в кистанке. Опять же, на вскидку затрудняюсь. Я даже не уверен, что вот этот момент проанализировали, именно молекулярную машинерию для фагоцитоза. Это, кстати, можно этим заняться, да, чтобы, может быть, как-то раскидать их противопитание. По-моему, этого не было. Спасибо большое. Спасибо. Придется опять вынести обсуждение вопросов, я думаю, много на кофе-пите, и потом еще раз спасибо большое. Теперь у нас мы не отвлекаемся от фагоцитозных профилей. Посмотрим на них немножечко под другим углом среди. И даже чуть-чуть, может быть, при помощи Арины Леониды Бальцевой, как я говорила, даже чуть-чуть, может быть, под моим механизмом, которые вы представляете себе, за счет которых может быть самолюция. Но теперь действующие лица совсем другие, это Манюшкин. Да, я боюсь, что у меня не было вопросов. Как говорил наш преподаватель истории, я буду говорить громче, буду чувствовать себя на месте. Собственно, вот эти у Лидочки, к которой мы так привыкли, о которых я буду говорить, на самом деле совсем гидринный обитатель европейских патриэжей, и поэтому сам доклад он называется, что транспортартические нормы в Атлантике. И основной фабулу, скажем так, даже не фабулу, а предисловие к этому докладу выдал Андрей Игоревич. Он взял название, он сказал, что вот представьте себе профессора зоологии, который 50 миллионов лет назад пихал на побережье Европы, оказывается, что там нет гидрин, и у него случается предмитительный диссонанс. Вот про этот предмитительный диссонанс этот доклад. Ой, давайте я хочу поблагодарить, чтобы меня еще раз позвал, и когда стояло слово, а запускал, и все, и вот, значит, я сказал. Собственно, литарины, они принадлежат к большому-большому поддержку и в том, что в этом случае, в том числе, в том числе, в том числе, это литарины, которые, действительно, являются одним из самых, наверное, из лучших в политическом семействе. И вы видите, что литарина, она не молодая, не старая, она где-то в серединке филогенетического дерева. Собственно, это филогенетическое дерево, вот это из-за этой замечательной работы филогенетарида. И это не самый богатый вид, там, где рот литарина. Мы видим, что рот эхим-литарина гораздо богаче и аторария тоже богаче. При том, что и этот 1972 рот эхим-литарина более богаче, а вот есть лиAA rayms-литарина. Вот, если мы посмотрим на адапинатное дерево, мы видим, что рот эхим-литарина где-то возникает в районе И, если мы посмотрим, где распространены самый древний гибелитарин, который мы ручками трогали, это гибелитарина Сутчейсис, которая проживала довольно давно. И это все фатория Тихого океана. И мы видим, вот они здесь синенькие, все-все-все-все. Здесь 15 видов рота литарина. Они вот все синенькие, они вот такие обитают целиком в Тихом Стане. И мы видим только вот этот замечательный флаг. То есть мы видим семь случаев выхода в Атлантику. Собственно, именно этим видам удалось пробраться в Европу, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе. И мы видим, что вот двух довольно удаленных вкладов это случилось. Это вот здесь вот эта веточка подродка литарина-литарина. И вы представите, литарина-литарея. И вот этого вклада, ископаемая литарина-исландика. И, соответственно, пять видов литарина-литарина. Это не литарина, собственно, подрода литарина. Это подрод, который при этом представлен. Видами отказавшимся от онкотропных лечений, например, для которого практически противно при матрадике. Что же такое, откуда они, собственно, как они пришли в Атлантику, в Патрифике, да, и оно это вторичное явление, что рот возник, совершенно очевидно, в Патрифике, а где-то там, где здесь в Атлантику, и да, это могло случиться. Ну, вот, если посмотреть на работе еще двух классиков, вот в одного классика закрыла мэй-трансляция, а вот здесь второй классик, это Гири Вермей, святое рождение, замечательного моркового, наверное, известного моркового, эволюционного моркового, молокомок, вот. И две классические работы, собственно, Брикса, Джон Брикса, который вот там открылся, Гири Вермей, это про обеработки такие географические. И вот Брикса нам говорит, что, ну, это не только он говорит, в этой работе там, в кейсах как раз подробно обсуждается, что вот в районе 50 миллионов лет назад, не только Литарина появилась, а вот случилась еще такая интересная вещь, что масса открывала Затлантия. И вот в этом месте, в этом важном месте, где Америка, то есть, как стоит Евразии, Америка, Северная Америка, начало наезжать на Евразию. И случился вот здесь, вот в этом месте, у меня там очень дорого, потому что я там росла, значит, появился свободный перешейк между Евразией и Северной Америкой. Называется этот перешейк Беренгия. И таким образом акватории Северной Атлантики и Северной Атлантики, они так остались различными. И жили они в таком разлученном состоянии довольно долго. Мы видим, что погружаться в Беренгия начала спустя много-много лет. И происходило это постепенно. Вот первые мигранты активные, они начали пролезать, да, через эти рычаги, которые там протекали где-то там 16 миллионов лет назад. Вот это всякие там рыбки и подмозные креветки, ну, кто активно пролезает. Вот в районе 3,5 миллионов лет назад она затонула, грузилась довольно долго. Сообщение стало регулярным. И случилось это важное событие, которое называется «Великие трансарктические биопические огня». И почему он был так-то великий? Потому что в это время климатическая пацифика Атлантика были ввести. Северная пацифика была теплой, и Северная Атлантика была также теплой. Как об этом пишет еще один замечательный морский пиро Александр Николаевич Вольф. И это привело к тому, что эти же практически все группы мальских и судоночных, которые на данный момент летают в Северной Атлантике, они имеют вот эти самые пришельцы, пришельцев из Пацифика. Гермей, как Молокова, в первую очередь, интересуют моллюски. Именно поэтому мы интересуемся их работой. Он говорит, что порядка 300 километров моллюсков, они участвовали в этом обществе и системном мероприятии. И самое интересное в этом мероприятии со стороны моллюсков, то, что оно было симметрично. Мы видим, что из Пацифики в Атлантику пришло 260 километров в порядке, а вот успешно отсвоиться по Пацифике удалось значительно меньшее количество винов. И это, на самом деле, очень интересная история, почему так случилось, почему отбежется эта симметрия. И вот, вернее, он выдвинул такую гипотезу, гипотезу экологических возможностей, гипотезу экологического шанса. Он говорит, что оказывается, очень скоро, после того, как случился вот этот велик обмен, большого количества экологических ниш освободилось. И вот эти экологические, освободительные экологические ниши, они были заняты, как раз, как и драмы в Пацифике. За эту гипотезу очень прикусывается на Бернея, но нас сейчас не интересует, а нас интересует то, почему же вот эти экологические ниши освобождаются. Вот действительно, освобождались. В общем, это, в принципе, не поехали, не поехали, там хорошо сводились тихоокеанские мигранты. Что же там происходило? Оказывается, вот, порядка 3-1, да, это очень близко к 3-1 миллиона лет назад, 3-1 миллиона лет назад затонула Беренгия. Да, и очень близко по времени, ну, насколько это может быть, в эмберсионных масштабах, происходит еще одно очень важное событие вот здесь, да, еще одно такое место есть на карте, где Пацифика и Атлантика очень близко к другу подходят, вот здесь вот, значит, в этом месте начинает подниматься фанамский перешей, и это приводит к радикальному изменению всего по атомам, к джене воды, к мировому океане, и, естественно, это приводит к очень серьезному изменению климата, потому что Северный Атлантик начинает холодно. И это имеет патостропические последствия для полной, вот мы видим, да, это, собственно, именно поднятие фанамского перешейка, оно распускает инфекциальные циклы, которые плющат, извините за этот термин, плющат северные, погреже северной Атлантики на протяжении ближайших трех миллионов лет, вот, и мы видим, что самое большое, самое сильное, да, объединение, самое мощное объединение случается вот в этот интересный период, 2,9-24 миллиона лет назад, вот. А то, что последствия стратегические, да, вот, вернее, пишут, что более 50% видов, да, они не ближайшие, не имеют глобальное изменение климата. И вторая, в смысле, еще одна вещь, которая нам сейчас важна, что вот, собственно, это похолодание, которое случилось в результате поднятия автоматического перешектора, и, которое привело к похолоданию Атлантики, да, вот это похолодание Атлантики, оно закрыло окошки. Вот пока Пасифика Атлантика и Северная были близки по климатическому фону, но переход стучался, да, там не стучался, а потом раз, и так уж так было, потому что вот там, автоматское перешекло, там не сиделось на месте. Так, ну, это важный момент, и второй важный момент, который уже, который имеет, ну, плохое объяснение, скажем так, я не видела, но это эмпирический факт, что в этот момент в Северной Атлантике очень плохо шло для отзывания, но их виды практически не были. Вот, и это отмечают в Северной Северной Атлантике, в географии, в периодах они все отмечают, что действительно, новые виды практически не обладывали. Почему нас это так интересует, что происходило с Аталинами в этот момент, потому что Аталинами как раз приняли участие вот в этом замечательном обмене международных, и так далее. Опять мы возвращаемся к транспортной модели Турина, и его вот этой вот датированной скале, мы смотрим вот здесь вот, так происходит очень интересная вещь. Видим, что в тот период, когда вся фауна североатлантическая мучилась, и дрожала под натисклами льдов, оказывается, в родине Турина шло активное льдообразование, и шло оно именно в той части, которая поучаствовала в трансформатической миграции. И это очень интересно. Это действительно выделяет вот эти виды из общей конверсии, из общей моллюсковой темы, и из общей картины вообще семейства литеренида, вот этот период пистаценного периода, 5 миллионов лет, и если мы посчитаем с помощью льда образования здесь, их будет там 10-11, смотря как правительство провести. Вот, и половина из этих видов, она как раз касается в огромной видеокрема, который вот значительной своей частью мигрировал в Атлантику. Что еще интересно, что если посмотреть на датированную шкалу, я вот так у меня, вот он, если посмотреть на датированную шкалу, вот здесь вот, да, вот этот период, это существование вида литерина Исландика, это вот самый-самый, тот самый пик олегнения, да, по идее, 25 миллионов лет назад, вот, и в этот период как раз прекрасно существует литерина Исландика, и она дает начало трех видов, трех прекрасных видов группы Меритрема, а именно Арканас, и, кстати, есть линии, там просто. Да, если мы внимательно посмотрим, вот, это морководическое дерево, это макулярное дерево, они, на самом деле, хорошо повторяют, за исключением вот этого вот уста, где на самом деле их вековые, они, как бы, в трепетиках сидят, там, на самом деле, субботанатом, а в отдельной веточке сидит, здесь на макулярной неделе, и у нас сюда не имеет отношения. Да, вот, если посмотреть, вот, вот это датированное дерево, где было датированное, да, то, получается, что мы видим два интересных факта. Во-первых, дивергенция, дивергенция вот в этой паре, где у нас есть тихоокеанский и азлантический вид, и вот в этой паре, где у нас распространяется, я просто, тихоокеанский и азлантический вид, да, вот эти вот два события, эволюционные, они и синхронны, где совершенно ничего не так, связано с этим самым атероскоптическим переходом, вот они ушли на тот берег, берег его пролива, и они там стали другими, и очуждились, они стали неузнаваемыми, вот, произошло классическое ауфатрическое видообразование. Вот, и дальше мы можем посмотреть, что вот после этого, да, 3,5 миллионов лет назад в нашем направлении случилось 3, 4, извините, эволюционных событий, важных, да, это, в принципе, самые дивергенции, молодые дивергенции, то есть у нас есть молодые дети, которые, в этот период, и они появились как в Тихом океане, так и в Атлантике. Есть ли какие-то отличия, да, вот еще мы видим, что вот они как раз, вот вся вот эта вот ветка, это как раз вся вот эта вот ветка. Вот, если мы посмотрим на эти пары видов, вот они, в Атлантике, это, 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 собственно, тихоокеанские виды, и вторая пара, это олимпичка, наачка, это тоже, вот тут в реле дивергенции написано, это, соответственно, совсем молодые авторы, видообразования. Если мы посмотрим на эти древние ареалы, то все-таки совершенно очевидно, вот, вот она, ситкана, вот она, хорикава. вот, ну, пусть похоже на бактериическое, это образование, тогда у нас на краю ареала, сейчас специфицировалась маленькая группка, они очень близко друг к другу подходят, но реали не действуют. Вот, если мы посмотрим на эту пару, олимпичек, анатика, то тоже самое. Если мы посмотрим на описание экологических ниш, которое дает наш загадочный древний, то оказывается, что вот эти акты для образования, они подсказали без изменения особенностей экологических ниш, то есть они просто касались радости, сейчас были проблемы с общением, в связи с органами экогенов, с обеспечением к этой экогенов, мы можем сказать, что они без миналоподвижные, от конкуренных вещей не отказались, за счет чего им там передавать его логически, это совершенно непонятно, а его за ним начинают дивергировать, не видят никакой экологической основы, нейтральной экологической, которая не связана. Кстати, говорят с морфологической точки зрения, но здесь вот, не повторяясь, взятые интернеты, на самом деле, это после 6-ти лет, это достаточно много морфологических, после 6-ти лет, и они, у нас, как же, морфологически сильно не изучают, это на этой столице, и это все таки. Что же было, там в Атланте, с нейтраммами, если мы посмотрим, допустим, с нейтраммами, там, мы вспомним, что еще есть подробно, лидолина, лидолина, тоже один, одна веточка, она пришла в Атланте, что тут с ними происходило. Если мы посмотрим на современные ареалы, на самый разный, который звучит, среди летний, самый разный, подформенный вид, где-то он наличит, это парадоксически. Лидолина Саксателес, и вот его современный ареал, мы видим, что это в Гринландии, это Северная Америка, это Исландия, на самом деле, большинство архоматических остров, которые вдоль них ведут, и европейских побережьев, но вообще, северно, вот, заселена, есть участки в Средиземном море, как конечности, как конечности Африки, ну и самое трогательное, она туда не попала, на самом деле, совсем там, произошла репатриация, летний, кстати, в эти кальчинские годы, и в облаке сельскофранциско, и молодая, но не стабильная, кальпуляция, летний Саксателес, вернулась туда, откуда все началось. Вот, нас сейчас не интересует, на самом деле, вот этот паттер, да, это еще немножко сперва, здесь, это распространение, он говорит о том, что, ну вот, улиточки, они когда провязли, вот здесь, вот, вот, пролезли, и они, все ли, по всему, ушли, все-таки, по уликанскому побережью, вот, они здесь заселились на, побережье Америки, здесь они вымерзли, все ли по всему, когда их, вот, вот, накрыло леднево, ну и, они как-то, вот, успели через острова, через, везландию, везландию и прочее, образование, да, добраться до Европы, и здесь тоже, как-то, и власть, как-то, и олегенение, что в этом, собственно, интересно, да, вот здесь вот, в Америке, и в Неверландии, мы найдем представителей, да, практически, не витраем, они представлены, например, как саксат, 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 сак, сат, и сак, саксат. вот, вот, так вот, мы здесь найдем, соответственно, рядом с Абπдуста, мы найдем, собственно, Абπдустец, и мы найдем, литарины, выhtare, которые, они здесь есть в Америке, вот, ну, вот, Это очень интересно, что здесь в Америке, где мы считаем самые древние цареалы, потому что они отсюда пришли, далеко не все едут, здесь не хватает компрессора. Это очень интересно, почему их здесь нет. Потом, если посмотреть опять же на ареал аркана и компрессы, то мы видим, что он разорваный, и на самом деле, и по такой разном городе стало неспоминно. В отличие от высоты, и самому, самому главному, в этом мы видим реалу и мощь не назвали. Мы не видим компрессию без высоты, мы не видели ни разу аркана без высоты. Мы ищем попали в ШСАОВ, они симпатичны, они не поняли, как называют. Вот эта история, которая произошла с антикоокеанскими видами, когда они, в принципе, не подействованы через географический фактор. Они даже оседали новые виды, совсем недавно. Ну, ничего просто. Понятно, что это связано с этим развитием. В Атлантике происходило вещь не совсем другое. Что же нам происходило? Давайте попробуем. Вы можете поставить, кстати, вопросы, на которые я пытаюсь ответить. Очень знаю, насколько мне это удастся. И так, почему картина... Это самый главный вопрос. Почему картина распространения атлантических тихоокеанских видов на Витрэма как там праздник? Ну, действительно, там число Патрии, здесь полностью Патриицы. Как так случилось? Почему революционная судьба атлантических линий и Витрэма и Виталина так различны? Ну, действительно, они одновременно, да, входят в предшественную атлантическую. Витрэм пришел в месяц подчеркнику с Патриицы. Витрэм пришел в месяц подчеркнику с Патриицы. И так, когда у нас есть совершенно современные ареалы атлантических эмиритрамы, действительно ли это то, что мы видим, это отражает некую эволюционную тульгу или какое-то сильное искажение в результате процесса Дальше, да, я долго педалирую вот эту тему, что они являются симпатиками из душа, они симпатиками, они инфляционно молодые, как они вообще поддерживают свою личность, как они все до сих пор не перемешались за счет вторичной реализации, потому что на самом деле формирование вторичного контакта после доложения его патрии, то есть очень серьезный этот момент, такой решающий, как они себя поведут, потому что люди могут обратно светиться. А здесь они вообще все портфельные, они все мобилиционно молодые, они на самом деле самые молодые, как они себя поддерживают. Что мы знаем про экологические ниши, да, вот когда предообразовывались в Тихом океане, они не меняли свою экологическую нишу, а здесь мы что-нибудь знаем это. И в конце концов, то, что же нам говорят белые, говорят, что гены отвечают на все вопросы, что мы знаем про экологические структуры, насколько похожи или не похожи на собой с генетической точки зрения эти виды, и что там с их популяциями в разных частях Атлантического океана. Ну, я постараюсь совсем коротко, мне кажется, уже дорого, долго, да. Значит, мы посмотрим, да, вот это был у нас такой длинный анализ, выходим на литеральный и, соответственно, бросаем там не случайным образом рамки, на самом деле, на самом деле он послойно, и смотрим, кто где сидит, и получается замечательная такая вот картинка, когда мы знаем про каждый вид, где он сидит, и я могу вам это, конечно, прочитать, но я не буду этого делать. Идея в том, что на самом деле оказывается, что и о литеральной зоне, хотя, да, все агитпорины, они, с психологической точки зрения, они инсерваторы, но при этом видим, что автоматические виды, они прекрасно объединены к пределам литеральной зоны. И это приводит к тому, что, если мы посмотрим, да, каждый сидит в своем литеральной зоне, то можем ожидать, что, ну, будет, там, они протоктируют, потому что разную бактерию еще есть. И потом станет ясно, но смысл в том, что, да, обязательно посмотреть нитробиомы, нитробиомы отличаются, у нитробиомов есть такие достаточно консервативные симбиоты, и деминарные симбиоты, но, тем не менее, по вариативным комплексам метробиома вкусно виды различаются. Есть ли отличия по психологии, не обязательно, если вы занимаете артистов пульсовый митробиоток, вам нужна какая-то уникальная ватрация. И видим ли мы это, физиологически, может, не на махологически, но и видим, что как раз они занимают раком митробиоток, и они действительно с махологической точки зрения различаются, причем те люди, которые живут в верхней части литеральной устья, а те, которые живут в нижней части литеральной устья, у них глобозная рака и круглая устья, а это нужно для того, чтобы те верхние не высыхали, а вот эти нижние хорошо дышали. Если мы посмотрим на метаболизм, который сейчас заценивает детический метаболизм, мы видим, что на самом деле метаболизм не очень хорошо, а верхние метаболизм очень плохо, в смысле, что не активность метаболизма маленькая. Ну и здесь точно и видим. Вот вся вот эта, к чему я веду, потому что вот эта экологическая подразделенность, она имеет с собой, связанная неразрывно, связанная с хорошим, как ты сделаешь, мы живем в сфере, и архологически подразделенность. Дальше, на самом деле, не похожа на друг друга, хотя называются дельфинника. На одну вещь нужно обратить внимание, что если мы сравним фракции метаболизм с верхних смежных, то оказывается, что верхняя фракция очень похожа и морфологически, и физиологически она очень похожа на метаболизм, а нижняя фракция очень похожа на метаболизм. И эта штука, она воспроизводится на самом правом виде. Создается такое впечатление, что на самом деле метаболизм – это большая часть соксателей, а компрессия – это нижняя часть соксателей, в которой специализировалась. Соответственно, мы посмотрели, насколько они там между собой, изоляциями, в том числе есть шансы встретиться, потому что сама по себе вот эта экологически подразделенность и что дело в одной и второй. Ну, это больше фактов о репродуктивной изоляции. Действительно ли она у них есть, и мы посмотрели, как они там между собой спариваются, есть ли случаи между другой популяцией, и мы увидели, да, что действительно мощный есть эффект от холивой чойс, то, что называется, да, референс определенного метаболизма, она вносит огромный вклад в инсоляцию, они в основном инсоляруют. Да, вторая часть – это то, что он отличается по размерам, так, что у нас получают партнеры, то есть почитаемые в другом размере классики, тоже варьем. Но, тем не менее, международные опуляции все равно отличаются, все равно происходят международные изменения, и поэтому, да, мы считаем всякие индексы, вот, поэтому должен быть еще один дополнительный механизм, который бы запирал, который бы предрасполагал, да, для того, чтобы вот эта подразделенность функциональная и пространственная, для того, чтобы она, в конце концов, завершилась актом беда позвонок, должна быть какая-то еще одна дополнительная забирающая компания. Вот, и уж если у вас случаются международные популяции, да, для того, чтобы у вас не размывались вот эти вот адаптивные наборы ген, а вот, и уже после акт-популяции, да, у вас должны работать механизмы, которые препятствуют нормальному отварению, да, включаются те механизмы, которые связаны с вопуляцией взаимодействия генет, то, что там называется «тик-чойс», «кинл», «тик-чойс», то, что называется «конпетишн», и так далее. И мы и изучали белочки, очень интересный белочек мы нашли, который называется «лосп», и который есть у всех аллетарин, и который есть только аллетарин, и мы посмотрели, что если предсказать структуру этого лоспа, то, соответственно, оказывается, что вот, ну, оно можно посм in the box, как большинство мы видим, как башье и документации в областях, у него есть этот участок, который структурно хорошо организовывает. И именно этот участок, он состоит из коротеньких повторов, а эти повторы между нейонами и кислотами, что-то, по всему, они за счет статических взаимодействий, замедившуюся с каким-то делочкой, с каким-то рецептами, да, они, собственно, могут по специалистическому взаимодействию и контролировать взаимодействие гомет. Если мы посмотрим на то, как похоже или не похоже эти лоски у разных видов, то мы увидим, что они как раз не похожи, что здесь, как раз тенденции пределить. Единственное, что разные виды виталин, то есть не просто он разный у разных видов виталин, а бывает, что он очень сильно разный в виде оконологии, то есть оно, в принципе, тоже интересно. Вот, значит, дальше мы показали, что этот короткий повтор, который, собственно, определяет в реабилитивность ЛОСТ, который определяет его увлеченность между глухов и самодействием, он был привлечен от той самой синдетической батареи, которая там была приобретена элипремидами в ходе симбиоза. Вот, и эту, можно долго рассказывать про то, какие у этого есть доказательства. Но смысл в том, что самую важность является петинка. Вот, что если мы посмотрим на структуру ЛОСТа вот этого вот белка, который контролирует самодействием, и это как разеспечивает международную реабилитацию, вот этот финальный этап запирания международных реабилитивных барьеров, то кажется, что у Литарина Литарея структура ЛОСТа совсем не дает, чем в мире трендов. Да, вот этих повторов, которые определяют неудобовые самодействия, которые обеспечивают международные различия, они как раз у них есть только самый начальник и самый конец. И таким образом, вполне возможно, что у Литарина Литарея не хватило вот этого дополнительного выбирающего механизма для того, чтобы взять и развалиться на нескольких видов. Вот, здесь не нужно пропустить, пропустить, прошу прощения. Да, после всего и целого, да, после такого короткого экскурса в репродуктивную арбеологию, что ли мы знаем, в конце концов, не найти каких видов. Можем ли мы сказать, что они хорошо разлучаются? Так что у нас работают репродуктивные механизмы, они обеспечивают накопление, убрать на накопление в артиллерии, они в генетические полы расходятся. Видим ли мы это, когда мы анализуем набор генетических маркер? Вот. Ну, самым распространенным генетическим маркером, конечно, является судьбой, которая чаще всего используется для того, что называется «Без вам на этом проводе», для анализа того, что стоящего. И если начать с самого первого исследования, которое было сделано в Литарусе, он был сделан в Магиновой, была у нее замечательная картина. Вот, у нее была аркана, у нее была аркана, как нежная клада. Ну, здесь все гоплатипы-саксателлицы, эти гоплатипы-саксателлицы разделялись на местных кладах. Вот это вот самое древнее, это американская клада, они пришли в Америку, там отделилась часть клада, она там на себя осталась, у нее к своим гоплатипами никому не похож. Вот, вот это вот европейские клады, и среди них отделяется испанская клада, с вами она не загружала в Евгении, она устранилась еще в древней популяциях, и там совершенно особая история. И вот эти вот более молодые клади. Потом мы делали и просеглинировали ЦБ в вот этих этих кладах, и оказалось, что на самом деле во всех кладах, во всех кладах, которые мы любим, присутствуют, в смысле, по набору кладинок вида абсолютно друг клади. Клады сохраняются, а при этом в каждой кладе мы видим представителей всех трех видов и аркана на социалистическом классе. в том, что и от них в других здравом стенах. И вот, во всех этих кладах, то, что в других местах есть много тежки, а не в этих кладах им очень Спасибо, что я сказал. И кое-что есть, что во всех этих картах реакции есть. что у нас шло многократное видообразование, а не в тех же стереотипных видах. Это говорит о том, что на самом деле, с лимитической точки зрения, векарина аркана, векарина компрессии, это не один вид. Это на самом деле экологические группы видов, которые имеют вход в морфотик, потому что у нас в пределах литературной зоны происходит стереотипное подразделение экологическое. Это стереотипный процесс, и они сопровождаются формированием вот этих вот группировок. И это в том числе хорошо согласуется с тем, что у нас на дереве мост, он, например, один вид давал несколько раздалянных вкладов. И вот с этой идеей как раз того, что с лимитической точки зрения, эти виды не формируют лимитку, очень хорошо согласуются наши данные. Когда говорят, что по одному глиотическому маркеру показали, один глиотический маркер может подавать всякие актуальности. Ну, может, действительно, сделать общебинодное министрирование, технологисту. И, действительно, если мы посмотрим на результаты этого анализа, вот здесь вот у нас, вы видите, 163 тысячи уникальных сайтов сегрегирующих. Вот у нас, соответственно, есть вот здесь подписано велики, что у нас в одних точках арканы и, собственно, сочетались очень похожи, в других точках они вообще не зналаемы, они между собой не имеют практически ничего общего. И при этом, если мы посмотрим даже в пределах одной популяции на итальянную аркану, она оказывается очень и очень разнородна. То есть, на самом деле, очень похожа на то, что арканы, то, что мы называем арканой, это на самом деле из глиотические точки зрения очень разные штуки, которые вполне возможно формируются независимо. из глиотические точки зрения. И, конечно, я могу сказать, что, конечно, я написала уже не даже в начале, здесь вот в качестве вывода, но, да, если сказать кратко, то… Если сказать самое главное, да, что… Почему эта работа так интересна, и почему мы продолжаем так долго заниматься в Тарее, вот эта самая отличная улитка, которая всем нам набила Остовину, потому что в некотором смысле, это не вопрос Господу Богу, но в некотором смысле она подрывается нам с вопросом улитки, уникальностью для образования, да, потому что у нас есть не стереотипно-экологический ингредиент, а не происходит стереотипно-экологический процесс, который в том числе может отличаться, независимо от образования. Причем результат этих акций образования может быть стереотипно-экологическим, потому что мы подозреваемые случаи. Вот, спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Ага, слышно? Нет. Слышно, да. Но они с компактами, с колонками, с поливом. Нормально, да? Так, посчитай в 10, пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, все хорошо, без проблем. Окей, конечно. И с видео хорошо. Так, ну в данный момент демонстрируется то, что продолжится в 2.10, это отображается. Да, да, да. Да. Спасибо. 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 Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, тихоходки. Ну, как я уже неоднократно рассказывал коллегам, большую часть от меня все слышала, это небольшая, всего около 1300 видов описано на сегодняшний день, группа микроскопических сегментированных целомических животных. Вместе с чинистоногими и антихоходами, тихоходки составляют группу панартроподов. При этом они сочетают в своем строении как очень примитивные признаки, так и признаки значения специализации. Насколько можно судить, в эволюционной истории тихоходов очень рано наметилась тенденция к миниатюризации, скорее всего, связанная с переходом к обитанию интерстициальных пространств. И в настоящее время тихоходки очень широко распространены в природе. Они заселяют вообще практически любые, которые связаны с езжащей водой. То есть это от обесальных мудрин океанов до высочайших гор. Основное видовое разнообразие тихоходок связано с субстратами, которые содержат воду лишь периодически. Это регулярно пересыхающие субстраты. Это куртины кофли, шайников, почвы, поливистый напад, вот такие вот субстраты. И именно вот эти капельки микроводоемы – это их излюбленное место обитания. Далеко зашедшая миниатюризация этих животных, а основная масса видов тихоходок, имеет размеры от 300 до 500 микробов всего. Вот такая далеко зашедшая миниатюризация, она привела к тому, что число признаков, которые доступны для морфологического анализа, очень сильно сокращено. Тело тихоходок сильно упрощено и, в общем-то, там не так много, что можно смотреть в целях систематики. Поэтому, в общем, для того, чтобы строить систему в рамках традиционного морфологического подхода, осталось всего два комплекса признаков. Это наружные мутикулярные покровы, включая специализированный коготковый аппарат, примеры которого здесь показаны. И уникальный, свойственный только этой группе, ротоклоточный аппарат. Это очень забывающий аппарат, также здесь приведены примеры просто этого органа. С этим связано то, что работая с морфологической тексономией, в морфотексономии, специалистам приходится использовать методы, которые уже находятся на, скажем так, грани вообще их возможностей. То есть, возможность оптической микроскопии, светооптической микроскопии уже практически уперлись в свой предел для различения отдельных видов тихоходов. Ну, естественно, используются также какие-то морфометрические данные, морфометрические индексы, но они работают только в случае, если имеется большое количество экземпляров и работают на больших выборках. И то, как выясняется, очень часто для близких видов морфометрии перекрывается. И использование этих данных не всегда работает для различения близких. Тихоходки, кроме всего прочего, известны, особенно наземные тихоходки, своей способностью формировать высокоустойчивые стадии, покоящиеся формы. И жизнестойкость тихоходов в этих устойчивых состояниях скрытой жизни, а особенно для них характерен гидробиоз, то есть высокоустойчивых состояниях. Вот устойчивость в этом состоянии, она совершенно достигает фантастических форм. Ну, хорошо известный, вот здесь пример публикаций, посвященных этому эксперименту, это экспозиция высокоустойчивых тихоходов на наружной поверхности космической станции в Кальций, в условиях открытого космоса. С последующим спуском их на землю, элитратацией, возвращением к нормальному функционированию и просвеженному нормальному размножению на протяжении по крайней мере нескольких поколений. Потом эксперимент прекратили, заморозили, в настоящее время эта популяция хранится в холодильнике. Так вот, такое сочетание бедности морфологическими признаками с способностью образовывать высокоустойчивые упаковающиеся стадии, оно привело к тому, что сформировалось представление о том, что эти животные обладают высокой расселительной способностью, вот особенно учитывая их микроскопические размеры. Надо, правда, сказать, что вот эта высокая расселительная способность, она никогда не была показана напрямую, в экспериментах каких-то, это всегда была такая умозрительная экстраполяция, в основном основывающаяся на том, что вот, ну, звери микроскопические, значит, должны легко переноситься ветром, поэтому они прекрасно переносят высыхание, значит, они действительно могут транспортироваться в таком состоянии, на огромное расстояние, и для них это достаточно легко. И вот эта вот, как бы, ситуация привела к тому, что в тертикологии очень долго господствовала концепция наличия небольшого количества видов, но при этом в поливодках и очень широком состоянии, вплоть до образца политического. При этом распределение морфологических признаков пределам группы, оно оказывалось в каждой разной при внимательном рассмотрении, оно оказывалось довольно мазаичным. И никакой закономерности, даже вот в пределах, там, ромов крупных, в распределении морфологических признаков прослеживать так же не получалось. И в связи с этим не получалось ни проследить какие-то закономерности географического распределения, поскольку восстановить нормальную родственную связь между видами просто не было возможности. Нельзя сказать, что не предпринималось никаких попыток провести биогеографический анализ их опыта. Но, к сожалению, все эти попытки, они кончались неудачно. И, в общем-то, не случайно самая крупная сводка по паузу мировой, которая была в приколе в 1494 году, она вообще не содержит никаких попыток анализа его опыта деления. Это просто перечисление точек нахождения всех описанных дел. Попыток анализа не делалось совсем. Значительные перемены принесло, естественно, появление молекулярных метров. Их активное использование для изучения тихоходов началось вообще сравнительно недавно, даже меньше 10 лет назад. Такая задержка, она связана в первую очередь с методическими пунктами. Получение последовательности генов тихоходов, получение анархио-молекулярных данных, оно было довольно структуительно. И методы, нормальные, эффективно работающие методы, получение данных для единичных генов тихоходов, они, в общем-то, только не так далеко уже сработаны. И, опять же, то же, что задержало использование этих данных для целей фоунистики, то, что в первую очередь всех интересовало, конечно, жениель. В первую очередь всех интересовало жениель, генетические связи группы щитоков в целом, поскольку это с точки зрения глобальной филогинии живот всегда было загадочное. И основные усилия были направлены именно на это. И, во-вторых, дальше усилия многих специалистов были сосредоточены на репродукции филогинии в пределах, между отдельными идеями снятия конструкции. Здесь, конечно, тоже молекулярка привела к сильным изменениям. И, в общем-то, филогинии – это просто образец, это работа на 2014 года, одна из основополагающих. Но вообще это даже на сегодняшний момент уже вот это, как бы, дерево, оно не очень правильное. Это все перестраивается прямо на глаза. Но существенно, даже в ходе вот этих работ, что было, что мы поняли, что концепция полиморфов широко распространенных видов, она совершенно уже не выдерживает тихо-критики. И стало ясно, что тихо-критики представлены, наоборот, значительным количеством локальных видов, которые морфологически зачастую просто друг от друга не отличили, вывели крайне слабо отличили. То есть это либо всеми-критические, либо критические виды. С этого момента стало понятно, что зоогеографию технологии надо начинать фактически с чистого листа. Поскольку все филогинистические сводки, которые существовали до этого, их данные не могут быть основой для нормального стонализма. Все, что там содержится, а там можно сказать, что практически если взять любую филогинистическую работу, процентов 60 того, что не будет, это будут вот эти вот стали широко распространенные, политические, полиморфовские виды. И на самом деле мы не знаем, что реально было обнаружено. То есть у нас филогинистики практически никакой нет. Но для некоторых из групп тихоходок такая работа уже более-менее новая проведена на новом уровне с использованием гетокоррикулярных последствий. Для немногих очень. Но вот как пример можно привести такую очень хорошо обособленную группу. Это род Мельмейзиум. Представители достаточно хорошо обособленной флага отряда Апахела, класса Теонтеград. Для них было проанализировано довольно большое количество популяций. Рот вообще довольно интересный. Это один из самых старых родов тихоходов. Фактически это родительский группы. Первый вид был описан в 1840 году. И очень-очень долгое время рот был монотипичным. То есть там был всего один вид. И все, что находили похожее на него, все относили к этому виду. Там какие-то уклоняющиеся формы мифологически просто считали либо расами, либо формами, либо подвидами. По-разному. В разное время по-разному это называли. Но вид посчитался один. И только в 1990 году был описан второй вид этого рода. Но это было нормальное, хорошее мифологическое описание. С этого момента число видов так начало понемножечку, понемножечку расти, но очень медленно. Потому что все-таки специалисты чаще просто даже не пытались в этом разбираться. Могу сказать, что в 2006 году, когда я опубликовал описание 5 новых видов мельмейзиума, основанных на уже мульфометрических основном, обработанных мульфометрических данных, это просто в два раза увеличило количество мульфометрических данных. И вот с приходом молекулярки ситуация изменилась радикально. Можно посмотреть, да, вот сейчас, на сегодняшний момент, вот здесь 43 описанных вида. Но вот эти виды описаны исключительно мульфологически, а это виды, описанные уже с использованием данных ДНК-мольфометрических. А вот это, это популяции, которые охарактеризованы молекулярно, они несомненно представляют новые виды. Но по ним мульфологических данных практически нет, поскольку это единичный экземпляр. Либо они просто совершенно не отличаются от того, что уже есть. А в том технологии пока что большинство специалистов-косновистов не готовы описывать виды на основании ДНК-мольфометрических последствий. Стараются найти какие-то мульфологические признаки. Если их не находят, это оставляется так в виде кандидатистов. Вот здесь указано 49, и это работа 21 года. Но на самом деле, вот сейчас я же могу сказать, что на этом год их уже около 60. Этих вот не описаны. Но, с другой стороны, уже при таком количестве материала можно начинать какой-то филогеографический анализ. И он был проведен. Здесь я буду опираться на работу как раз польских коллег 21 года. Здесь можно посмотреть, скажем так, разброс географических точек сбора материала. Видно, что материал собирался уже действительно в глобальном масштабе. Практически по всем континентам, где работа собрана. И это позволило его нормальной серьезной прогрессии. И что выяснилось? Ну, выяснилось, во-первых, при сравнительном анализе морфологической изменчивости, географического распространения и генетической изменчивости, выяснилось, что морфология никак не совпадает ни с географией, ни с филогенией. То есть, действительно, распределение морфологических признаков мозаичны. И, скорее всего, это просто связано с крайне широким распространением браевизма в эволюции. Признаков мало. Соответственно, векторов в направлении эволюции тоже мало. И они очень часто совпадают в разных генетических дурах. С другой стороны, распространение географическое прекрасно в данном случае легло именно на филогению, на реконструированную моркулярку. То есть, выделяются на 99% полиарктические две клады, две клады афротропические, причем независимые друг от друга, тоже на 99%. 97% австралийская клада. И вот тут довольно интересная такая пантропическая клада. С ней пока еще ситуация не вполне понятна, но там есть некоторые подходы к разрешению. То есть, в любом случае, понятно, что это все очень хорошо легло в данном случае на географическое распространение. Кроме того, в пределах рода Бернезиум есть один действительно широко распространенный вид практически глобального распространения. И у него было тоже взято достаточное количество данных, чтобы построить, во-первых, губинию, во-вторых, посмотреть, как она ложится на географические данные. И здесь тоже прослеживается совпадение. Здесь, к сожалению, опять же, программа уже несколько устаревшая, но что можно сказать? Вот эта вот отчетливая клада, обозначенная здесь как субклада гамма, она оказалась, в общем-то, чисто азиатской. И вот именно анализ этих данных позволил, например, проверить гипотезу о том, что этот вид был занесен в азиатскую часть России из Европы. Поскольку эта гипотеза была выставлена, на самом деле, на основании всего одной наполнительной молекулярной, как бы зафиксированной. Которая была сделана на основании нахождения этого вида в окрестностях Рыбинска. И было высказано предположение, что, ну, естественно, большой сибирский тракт на протяжении сотен лет постоянно шел транспорт из европейской части на Дальний Восток. Все это проходило, в общем, в этих местах и вполне мог быть занесен этот вид из Европы. Дальнейшие находки, наши находки с Владивостока, находки японских коллег, показали, что все популяции на Дальний Востоке, они, в общем-то, составляют отдельную хорошую, отчетную вот эту филактическую кладу. Правда, вот эти вот две находки, которые указаны здесь, эта работа просто делалась на европейском потерянном. Одна находка из Венгрии и одна из Польши. И вот в данном случае, как раз скорее всего, и наиболее вероятно, что наоборот, это занос из уже Дальнего Востока в Европу. И, возможно, скорее всего, опять же, тоже при транспортировке каких-то ботанических материалов. Поскольку мох, либо сухой мох, либо влажный мох, они очень часто использовались для транспортировки различных либо крупных предметов, как упаковочный материал, либо саживаться в растениях, когда что-то доставлялось в ботанические современности. Соответственно, это также довольно легко могло быть завещено из азиатской части Евразии. Ну, к сожалению, вот эта вот серия работ по уроду мельнезиум практически единственная. То есть сейчас у нас ситуация сложилась довольно парадоксальная. У нас просто есть хороший инструмент, мы видим, что он хороший, он работающий, но у нас дальше нет данных для того, чтобы использовать. Потому что, например, для территории России нормально, как бы, с выключением генетических данных зарегистрировано всего три вида технологий. Для всей территории России. На самом деле для, вообще-то, остальных стран в мире эта ситуация не намного лучше. Поскольку большинство специалистов фокусировались не на фауне, а на связях феминистических различных групп. И нормальных феминистических исследований с использованием генетических методов просто не проводились. Эта проблема в целом в генетологическом сообществе осознается. И вот в этом году было заявлено сразу два национальных проекта по изучению фауновых тихофомок. Один в Ирландии и один в Эксии. Опубликованных статьи, в которых заявлены на старт этих проектов. Правда, к сожалению, обе группы, которые будут этим заниматься, сами с молекулярными методами не работают. То есть, насколько я понимаю, они будут адресоваться к каким-то внешним коллаборациям, что, к сожалению, в общем, как обычно, накладывает отпечаток на широкого уклада. Поскольку, если вам надо материал куда-то посылать, то это всегда ограничивает его. А с другой стороны, у нас на кафедре, в общем-то, начиная эта работа, генетализация фауновой России. И здесь мы в несколько более уделившем положении, поскольку мы можем прямо здесь проводить полностью исследования. Начиная от мафологических исследований, с методами 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 и методами анализа, где мы посмотрим. Мы, естественно, только в самом начале этой работы, но уже нам были получены некоторые довольно интересные результаты. В 2019 году был выделен новый род птихоподок. Он был выделен из старого рода хепсидиус на основании и мафологического анализа, и анализа эффективных последовательностей. Был переописан этот вид, а дальше этот вид начал попадаться в нашей работе практически на каждом шагу. У меня в какой-то момент стало ощущение, что этот род, точнее, он меня прислез, потому что практически любой материал, взятый из какого-то региона, содержал вот этих зверей. Что интересно, эти животные практически нигде не образуют богатых по численности популяций. Они почти везде встречаются в очень небольшом количестве, и, скорее всего, при таком широком распространении их просто очень часто пропускают. Поскольку их трудно дифференцировать, действительно, морфологически, их либо просто пропускают, либо их принимают за какие-то виды, там, роды сэксидиус, и отмечают какие-то виды специи, и на этом все заканчивается. Поскольку наши литераты позволяют получать сейчас нормальные, хорошие методические данные даже единичного экземпляра, то мы анализируем гораздо более быстро. И вот такую картину мы получили. Вот эти ветви, которые вы видите, в данном случае на гандрограмме, практически каждая из вот этих отдельных ветвей, это на самом деле еще не описано в новом виде. Они не отличаются бафуанически, различий найти не удается. Они не отличаются по последовательности консервативных генов 18, 28, 28, 100. Но они прекрасно отличаются по генам с атаком оксидами. То есть там показательное различие где-то 19-21%. То есть для метазола это вполне прекрасный бафуанически показатель, как различно. Что мы видим? Значит, из достаточно удаленных регионов, вот эта Ленинградская область, Лембовая, Нарвегия, и здесь Австрия, Каринтия и опять же Ленинградская область Пушкин, да, вот таких удаленных регионов присутствует практически генетичная генопатита. То есть это явно животные, относящиеся к одному. С другой стороны, на небольшой, ограниченной территории, как он, как он, в спецбеку, да, будет встречено два очень сильно различающихся генопатита, которые относятся явно к разным регионам, к пределам такого генопатита. Ну и третья веточка – это формы обнаруженные, да, не совсем, всех отстоят достаточно далеко. Что такая картина, вот такой паттер, как он может сформироваться? Пока что, естественно, мы на этот вопрос ответить не можем. Полученные вот эти вот предварительные результаты, они не дают ответа на какой-нибудь вопрос, они задают вопрос. И единственный способ нам с этим разобраться – это, конечно же, получить больше данных. В данном случае нужны просто более интенсивные флористические исследования с получением, естественно, генетических данных, которые позволят администрировать распространение тихоходных на территории страны и планеты. Ну и все. Спасибо за внимание. Вопросы, коллеги, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у вас не подойдет материалы с новой земли, из Криаконетового стакана? С новой земли нет, к сожалению. Знаете, я вам могу помочь. А, я буду прижать. На самом деле, вот арктические материалы сейчас, они очень интересны. Именно потому, что мы работаем с Курсбергеном. Дико хочется получить материал с инфекционной стаканой. Каждый год работаем на ледниках, там, пишется, а море. И вот с Криаконетом стаканом каждый год. Криакониты – это вообще отдельная история, очень интересная. Ну, вы подожди. Какие-то предполагаемые новые звери, да? И может, у Метрии не так? Ну, во-первых, мы работаем зачастую с уникальными экземплярами. Да, вот я сказал, численность небольшая. У нас тут один-два зверя. Получены последовательности. Ну, я могу померить этих двух зверей, но вот, может, у Метрии по одному экземпляру, потому что это ни о чем. Но, на самом деле, там, где есть эти популяции по большей численности, все равно сильно перекрываются показатели по физически. То есть мы не можем потом использовать Динго того, чтобы определять Динго. Они просто перекрываются в нас, в нашей силе. Уже есть несколько видов, описанных численностью. Я сказал, что избегают специалистов. На самом деле некоторые рисковые люди уже есть. Уже есть несколько видов, описанных именно только, фактически, по молекулярному тату. Даже они с ним очень сильно отличаются. Вот как раз уже артические, с Афгенбергом, Веландия, Исландия. Там одно кладо, не этого рода, а другого. Даже на цветокрамму? Да. Спасибо. Камень ищи. Пожалуйста, в органе крайне описаны или только внешне? Ну, мы, скажем так, в акциономических целях используем только партикулярность. Мягкие ткани, там все, в общем, очень сильно различны, различные лица. Ну, и плюс, методы исследования. То есть препараты, мягкие ткани, не ослепляются совсем. Чтобы хорошо видеть партикулярность. Партикулотипичная афгенбергия? Нет, не совсем. Она хитиновая, но достаточно специфичная. То есть она как-то охотно не сводится. Там, более того, некоторые признаки вообще гематопы. То есть там вот эта система... Они выглядят не мягкими, да? Да. Есть мягкие, есть и называемые панцирные, у которых щипки гетикулярные толщины. То есть в ряду строения образа. Коллеги, еще вопросы. Коллеги, у вас есть вопросы какие-нибудь у вас? Пока полная тишина момента, спрашиваю одну вещь. Вот такие вот схемы, да? Вопрос простой. Где предел дробления? Да, я понимаю. В целом, более-менее представление о надежном парклодипе, да, уже спортировалось. То есть, скажем так, в районе где-то там 10% это все еще может быть. Больше, ну, уже все-таки скорее нет. Я понимаю, некоторые не изменятся этой позиции. К сожалению, экспериментов, например, по гидридизации, не проведено успешно. То есть один эксперимент был поставлен, были получены потомки первого поколения, вверху разными популяциями, но не было понятно, сколько я ей полетелся дальше. Дура Паверман. То есть были получены, а в следующем месте из них были получены, там были видны и свои видители, то есть гидридизация была успешна. Как всегда смотрят эти походы, к этому месту живут, не скажут. Они живут, по-моему, не знают. Здесь спасибо, коллеги еще. Хорошо, что он сегодня спасел большего тогда. Меняем пока не заплатил. И следующий этап не переговора. Так, кто-то проехал в поведение за полчаса. Продолжение следует. Продолжение следует. Прежде чем я буду говорить о конкретных этих паразитах, конкретных лихетах, мне нужно несколько слов буквально сказать вам о апикомплексах, чтобы мы потом использовали какую-то терминологию, характерную для всех. Продолжение следует. 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 Питание таких артибидаев. Фактически, какая муфанальная ухоль, это не своего рода первая пищеварительная ухоль. И в районе цитостома, вот здесь на самом адресе зверюшки, открывается муфанальная ухоль протоком и происходит постепенное подсасывание цифоклазма зараженной клетки, клетки жертвы. Это своего рода такой процесс питания, который называется мизоцитоз. То есть термин был предложен для генопогилят, который цветает хищный генопогилят, питающийся на диатомовые подоросли, но этот термин прижился и для такого органа питания, в этом контексте. Среди таких базальных соборовиков можно выделить несколько групп, которые сохранили физиоморфические черты, схожие вот с такими чертами организации архидригарин. Это среди, собственно, григорина, гласта григорина, это архидригарина, собственно, они, да, и некоторые рядные сетиромы григорины. И у кокцидий есть своего рода тоже базарные представители, протокококцидий, азамококцидий. Вот они, которые вязать в такие базарные строительства, в речь сегодня их пройдет. С холикосохарвинов, собственно, причеморительная его сетирио, встречается с идики нематойкостью. Вот она, это зверя. Это гласта григорина. Гласта григорина объединяется в группу, которая очень долго не имела своего собственного положения в системе комплекции. Идеи было много, как их расположили, а вот, собственно, малиполяные данные, не было утверждений, невозможно было получить. И гласта григорина объединяет в себе всего лишь четыре вида, на сегодняшний день известных рода сибирики, и издавая этим зверям, придалось большое очень внимание к кузову, и не занимаясь поляреем гилой, не занимался шатом со своими коллегами, не занимался Леонид Санчевым. И у нас на, вот здесь вот, на кафедре, есть, собственно, ряд работ. С Леонид Санчевым, это у нас была мастрациниевала. Гласта григорина необычна тем, что они многоедливые. Это действительно вне-клеточные паразиты с довольно крупным терпозаидом, у которого много ядер внутри. И кроме того, гласта григорина умеет почковаться на заднем конце тела, они формируют, как почковывают участок заднего конца тела, в котором может содержаться одно и много ядер. Вот эта вот особенность почкования, она и вылегла в основу названия гласта григорина, то есть почковающийся григорина. Жизненный цикл гласта григорина стал более-менее понятен, в результате работ шатона-суфицианты. Они, вот здесь представлена такая уже обобщенная схема, из него цикла, тема для гласта григорина на примере Сибирьки и Немодель. Скоро заед прикрепляется к эпитолиальным клеткам кишечника хозяина и начинает расти, одновременно с ним начинает увеличиваться число ядер. В какой-то момент мы можем различить уже два типа клеток, две морфы клеток. У одних клеток ядра располагаются в один ряд, и ядра увеличиваются к заднему концу тела, и довольно далеко отстоят григорина. Это макро-гамонты. Тогда как противоположный вариант организации клетки – это микро-гамонты, у которых напротив однорядное расположение ядра не улучшается, ядра располагаются в много, неравномерно лежат много таких рядов, и ядра увеличиваются, становятся очень мелкими к концу заднего тела клеток. Почки, которые формируются на заднем конце, превращаются в макро-гаметоциты, то есть та клетка, которая содержит лишь только одно ядро, и у микро-гаметоциты, то есть та клетка, которая содержит большое количество ядер. Макро-гаметоцит непосредственно превращается в макро-гамето, а микро-гаметоцит дает большое количество микро-гаметоцит. Шатон и савтра они наблюдали слияние гомет, формирование зиготы и ацесты. И здесь жизненный цикл такой типичный для спрейа, для рекомендации. Само вот это вот начало исследования была, чтобы один у нас на 5-й получил, положил тему саджин. И здесь как раз представлен на верхней части слайда представлены прекрасные кислоты его препараты. Ну, в данном случае речь идет о седрекии Тоби, названной его честью, которую он же нашел и описал на фитнес-казаре в Бюргии, дал ей название как седрекие специи, сам же последующий автор переназвали. И он же много занимался с полиплюсами, там все, собственно, по берегу и Норвегии. И у нас тоже есть препараты с полиплюсом Аргангера, а именно седреки, именно Валентин Александрович Дыгер, зараженный вообще интересом Валентин Александрович Дыгер, Валентин Александрович Дыгер постоянно поддерживал этот интерес на такт, то есть, приметая исследование студентов в исследовании этого объекта. Но вот такими студентами независимо стали я и Тимур Геннадьевич Дыгер и другие еще студенты, мы именно, мы совместно с Тимур Геннадьевичем продолжили исследование в инстаграме и к чему мы пришли. Итак, седреки и Нематургус – это зверюшки, которые весьма подвижны, чуреобразно извиваются вот таким образом. У них довольно длинные клетки, они слегка чуть упрощены, и действительно они различаются на мако и микрограммонтах. Это как раз, вы знаете, препарат Андрея Александровича, как раз отличается на мако и микрограммонтах, и это все, в общем-то, укладывается в тот жизненный цикл, который был предложен Шатоном и Велинером. Для них характерна трехмембранная великола с подстилающим слоем субвеликулярных микротрубочек. Передний конец организован как мукром архидрогеприд, то есть есть ханоид, есть субвеликулярные микротрубочки, отходящие от полярного кольца, есть роптери, протоки роптера открываются в районе ханоида, и в районе ханоида открывается крупная микрональная великола. Вот здесь это очень хорошая микронограмма, потому что, смотрите, мембрана паразита, которая стыкуется с мембраной клеток хозяина, здесь мембрана паразита прямо переходит в мембрану великола. Их цитостон открыт. Мы видим как раз процесс загладывания содержимого мембрана, то есть наглядное изображение мезоцитоза, процесса этого питания. Ядра действительно располагаются именно так, как описывали для нас, что видно на этих отрашенных препаратах. И в заднем конце, как это просмеха, хороша видна развица в организации ядра. Самые последние ядра, они очень мелкие, я бы сказала, фигматического типа или генеративного типа. И рядом с такими ядрами располагаются по две характерным образом расположенные генитосоны. Это основа двух жгутиков. То есть фактически это ядра, которую можно назвать генеративной ядрами, которую дадут потом начало двум жгутикам. На весу подтверждается вот этот вот необычный путь жизненного цикла, когда не вся, не весь домок превращается в гаметы, а очковый, то есть взял участок, который превращается в гаметы. Необычный, то есть тоже жизненный цикл. Но вот эта вот схема строения гласта Григорина, к примеру, седреки, она как раз обобщает все то, что мы получили в сегодняшний мой дню, что это довольно крупные такие протозаиты, которые предъявляются, занимают именно эти цивилиарные положения, и что тело их состоит из трех отделов. Собственно, передний или питающий отдел мы назвали его мухом, где, собственно, все органы латикального комплекса располагаются. Следующий отдел, где у нас равномерно, вот здесь это видно, равномерно располагаются яды, что у макродома, что у микродома, они располагаются в один ряд, довольно-таки типичные, все на одно лицо. Это вегетативный отдел, где происходит умножение вегетативных ядов. Фактически это мерогония, которая не сопровождается. И последний, задний отдел, где происходит формирование именно генеративных ядов. Ну, мы вот здесь нарисовали у нас линвикродомонта, его ядра с линкосомами. А вот вам, пожалуйста, фотография с моих препаратов, где у нас формируется макродомет. То есть такая почка с одним бедром и макродомонтом. Фактически вот эти вот клетки, они представляют не просто собой гононки, они представляют собой мера гононки, потому что, да, здесь мы видим сразу же две фазы размножения гононки. Мера гонония и гононония. Но такое положение и занимают, собственно, эти зверюшки. Здесь вот на этой вот мультигенной калюбинии, как и комплекс, мы можем увидеть положение сегмидиума-гинематоми. Она родственное положение сегмидиума-гинематоми, еще одного паразита белого моря, из калихер-белого моря. То есть это архи-гинематоми, то есть родственное и близкое отношение к архи-гинематоми. И вместе они являются сердцем-гинематоми, другим пеопригорином. И, собственно, в совокупности вместе создаются с архи-гинеморками целых. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну а о более поздних регенераторах уже и говорить не стоит, потому что там практически все клетки начинают включать в себя метки вылитки. Что же касается пультины риса, то здесь картина будет совершенноiğнем. Так же до двадцати четырёх часов после ампутации не происходит существенного изменения в включении метки в области Однако уже через двое суток происходит резкий слез синтетической активности, но только в области задней регенерации, то есть там, где должен формироваться новый период в области, которая должна была отращивать. По моему, это, конечно, дело с местной регенерационной активности не происходит, что в принципе согласуется с теми наблюдениями, которые мы сделали еще на будущем этапе. Кроме того, немножко обречемся от трансмейериса, мы исследовали и от регенерации нервной системы. Пока еще только в госпитале, эта работа еще находится в процессе, и я не могу, к сожалению, поработать все результаты этой работы, однако тот срез, который я могу описать сейчас, довольно интересен. Нервная система является одним из важных элементов в процессах регенерации, и в экспериментах по гастрипации международной цепочки, например, регенерация не происходит, либо происходит со существенными аберрациями, что говорит о ее существенной роли в этих процессах. Мы исследовали процесс восстановления медной системы, его спрятанности, имеющую медную тему энергостагимия, используя различные тела, как к кокосфолитурным белкам, к кокосфолитурным антиклопулимам, так и к всевозможным нейромедиатам. На данном слайде показан зеленым метка с вами коктеймера фамилии. И очень хорошо видно, что уже на самых первых этапах восстановления даже до суток в области регенерата начинают прорастать отдельные гербные волокна. Через 48 часов после операции в зеленом регенерате уже формируется каркас будущей нервной системы регенератов как на перебенем конце, так и на заднем конце тела тоже. А через 96 часов мы уже можем говорить о том, что основные элементы, крупные элементы центральной нервной системы сформированы. И более того, мы даже можем там обнаружить визикулы эфемерофамида и все это. Они, в принципе, тоже там встречаются. Но есть одна проблема. Заключается она в том, что все то, что мы знаем сейчас о строении нервной системы, большинство, 90% данных, получено с использованием антител к трем белкам, ну, не белкам, а только веществам. Во-первых, это сделает туголь, который показывает нервные волокна эфемерофамид, нейронептид и серотонин, моноамид. Но серотонин и эфемерофамид составляют далеко не всю нервную систему. Они, пожалуй, составляют даже меньше 10% от всех нейронов нервной системы. Что же с другими клетками? Например, катахоламины. Это работа наших студентов, Катарина Пармасова. Очень интересные получились данные. Катахоламины, такие как эфемерофамид, адреналин, адреналин. У кольчих червей тоже активно участвуют, активно работают. И нейроны, позитивные к этим веществам, катахоламины, позитивные клетки, встречаются, расположены главным образом по периферии. В основном это сенсорные клетки. В основном это механые рецепты. Что же происходит в регенерации? А в регенерации происходит интересная вещь, что катахоламины положительные клетки появляются в первую очередь не в центральной нервной системе, а в периферической. И мы их можем детектировать лишь на довольно поздних сроках. 48 часов. Вспомните, что происходит с общим ходом регенерации нервной системы. Например, то, что мы видим с помощью отфинированного тупулина. Здесь уже должен быть как раз в центральной нервной системе. Катахоламины здесь еще практически нет. Только через 4 дня появляются какие-то первые клетки в угловном регенерате. И только через неделю мы можем детектировать эти вещества в центральной нервной системе. Примерно то же самое происходит с отфинированными генерациями. Но здесь, конечно, процесс чуть более быстрый, связанный, в принципе, с несколько более высокими тендерами этого процесса в отфинированном конце тела. Мы взяли еще два нейромедиатора, гистамин и гаммамино-маслевая гислота. И здесь эти вещества детектируются в нервной системе от регенераторов еще позднее. То есть гистамин, например, можно детектировать в области регенератора только начиная с 72 часов, а гаммамино-маслевая гислота детектируются только через 4 дня после регенерации. То есть по всей вещества есть определенная последовательность по спецификации нервных клеток, дифференцировки. И процесс восстановления нервной системы занимает гораздо больше времени, чем мы считали ранее. И вот этот вот середневный даже регенерат, он еще не до конца вспомнирован. То есть то, что мы видим с помощью сканировающего, например, электронного микроскопа, это еще не полностью сформированный регенератор, а, наверное, где-то еще только середины процесса. Но это все морфологические исследования. Это база, от которой мы можем откатываться. Однако для комплексного понимания процесса, происходящего регенерацией червей, необходимо знать, как работают гены, сигнальные каскады в переднем газоиде регенератах. И для того, чтобы исследовать эти процессы, мы использовали транспектомный подход. То есть это массированное сиклимирование всех РНК, находящихся в образце, с дальнейшим информатическим анализом. Эксперимент у нас был довольно простой. Мы рассказали желобного наполам. В дальнейшем через определенные временные точки выделяли суммарную РНК, сиклимировали ее, а дальше уже анализировали. К сожалению, работа еще не доведена до конца. Однако сейчас уже нужно говорить о том, что есть довольно существенная разница в экспрессии ряда генов в переднем и в заднем регенератах как у хруцелялиса, так и у хруцелялиса. При том, что по всей видимости, разница между передним и задним регенератом гораздо больше, чем разница между одним и другим. Здесь на данном слайде более теплым цветом показаны гены с более высоким уровнем экспрессии, а более холодным с более низким уровнем. То есть с входом времени одни гены уменьшивают свою экспрессию, а другие уменьшают, наоборот. Но это еще не все. С помощью такого подхода можно выделить кластеры по экспрессирующихся генов, то есть генов, которые изменяют уровень своей экспрессии синхронно по мере регенерационного процесса. Из этих исследований и пластеров мы надеемся, сейчас у нас пока еще не доведена эта работа до конца, к сожалению, выбрать наиболее важные для этого процесса гены и попробовать приблизиться конкретно на вопрос, почему же все-таки одни животные могут отращивать себе как передний конец тела, так и задний, а другие на это не способны. Кроме того, транскриптованный подход дает нам фактически универсальный ключ к исследованию экспрессии отдельных генов, потому что транскриптов, то, что мы собираем, представлять самую большую базу данных, с которой можно выбрать какой-то конкретный ген и его дальше исследовать отдельно. Сделать зонт к нему и исследовать уже экспрессию в ходе регенерации на самом животном. Это данные, полученные от наших коллег из социальных генов, гены моих, о экспрессии, в первую очередь, ключевых генов, важных сигнальных каскадов, в первую очередь, хэтчков и видов. Я не буду долго на этом застрять внимание, потому что это уже мало времени. Скажу только, что в ходе регенерации просто эндр хэтчков начинает экспрессироваться довольно рано, и в экспрессии его затрагивает сначала энтодерму, то есть кишечные эпидемии, а в дальнейшем распространяется энтодерму. И уже на четыре дня после ампутации можно увидеть характерную для этого ненаполосатую экспрессию. Если вспомнить курс биологии и развития, то у трозофера примерно такой же паттерн мы наблюдаем. То же самое мы наблюдаемо у других животных, у того же плутинерии, если он был описан в ходе развития, в ходе роста, в ходе того, у данной регенерации тоже. Пенч, собственно говоря, рецептор к хэтчкову также довольно рано начинает экспрессироваться, но его экспрессия наблюдается не в эндодермарингу клетках, а в мезодермарингу. И в дальнейшем также захватывает всю область регенерации, что говорит о высокой важности этого сигнального конската в регенерации. Ну и Windows, который очень часто изучают вместе с речками, показывает тоже довольно характерную картину в эпидермариях клетки. Тоже характерная, очень полосатая экспрессия на границах изученных сегментов. Таким образом можно изучать практически любой ген, однако это не приближает нас к ответу на вопрос о том, каким образом клетки понимают, что им нужно восстанавливать, почему при передней регенерации восстанавливается именно определенное количество сегментов. И более того, если мы возьмем того же бегострио, если его разрезать посередине тела, то он отрастит 12 сегментов в соответствии с 12 таракальным сегментами тела, которые по мнению пенопаловища соответствуют 12 таракальным сегментам. Но если мы отрежем не все таракальные сегменты, а только 8 или только 10, не важно, сколько, но меньше 12, то он отрастит ровно то количество сегментов, которое было ампутировано. Не больше, не меньше. Как это происходит и почему это происходит? У нас сейчас нет ответа на вопрос, но мы разработали, предложили эксперимент по исследованию позиционной информации, взяли три вида шерей. Пигосприя Эдлинас, конечно же, Платинерис и Ромиколи, которые обладают, во-первых, различными способностями к ревенерации. Пигосприя может становиться как передний, так и задний, конец тела, Платинерис только задний, а у Ромиколи совсем грустные возможности применяться, он практически не умеет ничего этого делать. Кроме того, Пигосприя, прошу прощения, Платинерис сегментирован более-менее гомономно, то есть все сегменты более-менее похожи друг на друга. У Пигосприя можно выделить три основных отдела тела, но сегменты тоже более-менее похожи. И наибольшая гетерономность во строении тела выражена Ромиколи. Мы этих животных разделили на 12 отделов. Каждый образец Каникс, каждый из этих отделов, подвергли РНК синхронированию, но, к сожалению, данные не получились совсем недавно. Это те наши перспективы, которые мы планируем получить в дальнейшем, чтобы хоть как-то ответить на вопрос о том, каковы градиенты позиционной информации, и как происходит вот эта регуляция, регенерация в том числе, а также связь регуляционных процессов с концепцией первичной гетерономности. На этом у меня все. Я, к сожалению, вряд ли смог ответить на какие-то вопросы, но я хотел показать больше некий срез наших исследований. И вот, спасибо за внимание. Это наша рабочая группа. Здесь, к сожалению, не все представлены. Я хотел еще сказать, что современный подход к исследованию регенерации не должен быть однобойным. То есть он должен совмещать данные как базовые, то, что можно в слове назвать прошлым, профилогические, так и данные в экспрессии отдельных генов, так и вставшие. Ну, раньше это было будущее, теперь это уже стало настоящим. Раскриптовные подходы, геномные подходы. Только так мы сможем понять эти регенерационные процессы и что-то новое узнать. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Вот, соответственно, один-два вопроса, коллеги. Доклад очень интересный, на самом деле. Можно назвать от начальства Даши. Ваши мнения. Узнать, почему классный рейс регенерирует передний конец? Это может быть как-то связано с особенностью его нормального развития? Потому что на самом деле это эксплуатантная вещь, когда рейс одновременно практически появляются эти сегменты, в первую очередь подрядно. И очень рано было. Потому что все системы органов еще не дозрелы. Но это, как-то, наверное, на программу развития головального и пословоимого тела, изменения, приобретения такой специфики сказали, как о регенерации и способности передней регенерации были такой рейс регенерации, или там другие причины того, что передняя отсутствие органов? Возможно. К сожалению, сейчас я не могу быть точного ответа, но, возможно, это... Кстати, очень хороший вопрос. Нужен будет о дальнейшем исследовании. Коллеги онлайн, какие-то вопросы есть? Онлайн Дардон молчит. Пожалуйста. Кому-то вопросу. Программа позвоночника. Есть такая странная достаточно корреляция. Способность регенерации коррегирует с крупными размерами генома. А у лихетов есть такие корреляции размер генома, способности регенерации, да? Таких данных, к сожалению, не встречал. Размер генома может варьировать в очень широких пределах. При этом такой-то корреляции с регенерационными способностями, к сожалению, я такую информацию не вижу. Скорее всего, нет. Так, еще вопросы? А, нет, вопрос еще. Можно? Ну, вопрос. А в кондренальном развитии нервной системы предуправления с разными веществами они точно так не устанавливаются или они все влезли? Нет, они тоже имеют свою последовательность. По всей видимости, она до определенной степени повторяет процесс регенерации. То есть, во всяком случае, серотонин и арахамиды. Я напомню того, лично. По развитию нервной системы довольно рано. Что касается для оксимовых кислоток, можно прощать это. Это холаминов, они формируются в мозге. Это действительно так. Насчет холаминов, астонин и гистамины, для этого нельзя пока еще не давать эксперты за ним. Но, следите, пока есть. Спасибо большое. Дорогие коллеги, мне осталось только сказать большое спасибо оплатчикам, слушателям, всем, кто был с нами очно, и кто был с нами онлайн тоже. Спасибо вам за активность. И, ну, обычно я говорю, что мы здесь остаемся внутри структозоологии, так что вы на нас еще можете смотреть в таком качестве еще долго-долго. Ну, и, как обычно, Догилевские чтения продолжаются и до встречи через год конкретный месяц. Ну, обычно мы проводим их в апреле, сейчас мать, получится, ну, где-то весной. Я думаю, мы встретимся в каком-то, может быть, ином формате, может быть, вернемся к старому. У нас никогда не бывает ничего заскорузлого, замерзшего. Мы всегда ищем чего-нибудь новенькое. Ну, а сегодня я надеюсь, что вы получили, ну, некий срез, такой современный уже срез. Далеко не полный, точно далеко не полный, потому что я, по-моему, говорил вот про на прошлом заседании, что если бы мы хоть немножко захотели более или менее для двух капитал представить современную науку нашу, ну, два дня точно мы должны либо просидеть здесь и с удовольствием, наверное, прослушать доклады и обсуждать. Вот, спасибо большое коллегам, которые издалека к нам приехали. Спасибо, спасибо Андрею тоже. Вот, ну и все, на этом все. Спасибо. 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 Спасибо.